YouTube своим автором рассылает награды, первые из которых это так называемая серебряная кнопка, которую дают за 100 тысяч подписчиков. Раньше еще ходили слухи, что вместе с серебряной кнопкой также еще давали сертификат на 500 долларов для приобретения фото и видео техники, которая тебе якобы поможет в съемках видео для YouTube. Не знаю, возможно это правило действует только для США, но я не знаю, чтобы кому-то присылали еще 500 долларов. Так вот, как же получить серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков? Капитан Очевидность подсказывает, что нужно набрать 100 тысяч подписчиков. Набирать их лучше честным способом, потому что, ну по крайней мере опять-таки ходят слухи, что YouTube проверяет всех твоих подписчиков на вшивость. Сколько нужно времени, чтобы набрать 100 тысяч подписчиков? Ну если считать от первых видосов, которые я залил на этот канал в марте 2012-го, то у меня рубеж в 100 тысяч подписчиков был пройден в августе 2016-го. Но там есть один нюанс. К сожалению, многие из них отписались и количество отображаемых подписчиков на канале на момент августа 2016-го был ниже чем 100 тысяч подписчиков. мне понадобилось еще почти полгода до февраля 2017-го года, чтобы наконец преодолеть рубеж в 100 тысяч подписчиков, которые отображались на канале. Там еще можно галочку рядом с именем получить, о чем я уже делал видос. То есть по факту мне понадобилось чуть меньше пяти лет, чтобы набрать сраные 100 тысяч подписчиков. Соответственно, еще где-то месяца через полтора, в моем случае это произошло 30-го марта, у тебя в менеджере видео в YouTube наверху появится предложение получить эту самую награду и одноразовый код. Перейдя по ссылке и дав этой ссылке возможность доступа к твоему аккаунту YouTube, ты там вводишь свой код, пишешь капчу, дальше пишешь название канала, по умолчанию он предлагает тебе имя твоего YouTube-пользователя, оно у меня дурацкое и канал на самом деле называется по-другому, пафосный мой верхний шрифт туда поместить не удалось, поэтому пришлось по-простому написать easy life. После этого вводишь адрес доставки, желательно писать его латинскими буквами, но по-русски, то есть латинскими буквами пишешь дом, кв и так далее. И соответственно оформляешь заказ. Повторюсь, дело было в конце марта. В середине июня мне на email приходит письмо от FedEx, что для меня есть какая-то посылка и она скоро будет мне вручена. Я как-то не придал этому особого значения, потому что я получаю очень много посылок без предупреждения, потому что мне на обзоры присылают много всяких девайсов. Ну, посылка и посылка. Потом до меня дошло, что посылка вроде как из Америки, а с американцами я особо не сотрудничаю. И тут меня осенило, что там наверно едет кнопка. В этот момент, как назло, я находился за рубежом. Совершенно не по тому адресу, который я указал в доставке. И тут мне еще одно письмо приходит. Delivery exception, unable to deliver shipment, return to shipper. То есть произошло какое-то из ряда вон событие, и моя кнопка полетела обратно к тому, кто ее отправил. В Индианаполис. Захожу в ту самую фигню в ютубе, где заказывал кнопку, а там написано, что доставлено. И нихуя не FedEx, а UPS. Думаю, чё за поебень. Пишу, короче, по указанному адресу. Через некоторое время мне отвечают, что извините, отсосите, да, мы накосячили. Дело в том, что FedEx не возит в Россию. Уж не знаю, возит он в Россию или нет. Может быть, у них просто нет договора с FedEx на доставку частным лицам. Но, тем не менее. Призы от ютуба в Россию возят каким-то другим перевозчиком, который эти самые кнопки собирает раз в 60 дней. Короче, ждите. Ну хуль делать. Ждём. В общем, в середине августа мне наконец позвонили из курьерской службы и привезли посылку через несколько дней. То есть между тем моментом, когда канал набрал 100 тысяч подписчиков и мне наконец вручили мою награду, прошло еще полгода. Ну ладно, коли она приехала, давай делать. Внутри внешней коробки из обычного картона лежит еще одна из черного с надписью YouTube. Хотелось бы отметить еще одно проявление некомпетентности со стороны тех, кто эти кнопки рассылает. На задней части этой красивой черной коробки есть потертости и даже дырки. Дырки возникли из-за того, что внешняя коробка упакована с помощью железных скоб, которые и прочертили эти дырки. Ну а посередине потертости, потому что ничем не проложено. Этого всего можно было бы избежать, если положить дополнительный слой картона, бумаги или чего-нибудь еще. Я не понимаю, как можно постоянно рассылать эти кнопки и об этом не подумать. Ну ладно, что там внутри. Открываем крышку и внутри лежит бумажка формата А4 с благодарственным письмом. К слову сказать, уголок у этой бумажки загнут, а подпись выполнена как фоксимелия. То есть это просто вставленная картинка с подписью. Я не знаю, ну неужели ради такого случая нельзя было подпись сделать настоящую? Ну как-то вот, блядь, ну на отъебись, короче. Собственно говоря, на отъебись продолжается и внутри, когда ты наконец добираешься до этой самой кнопки. Не знаю, насколько это видно на видео, но кнопка вклеена неровно. То есть у нее левый угол чуть ниже, чем правый. На самом деле она не вклеена, она прикручена такими винтиками. То есть в принципе можно разобрать и все это поправить. Но вот это вот ощущение неаккуратненько, тяп-ляп и на отъебись, оно не покидает. Кроме того, на передней части с внутренней стороны рамки есть царапины. То есть не прокрас, каким образом это могло получиться, я не понимаю, но тоже оставляет какое-то ощущение недоделанности. И самое главное, сама кнопка поцарапана. Я не знаю, видно это или нет, но на ней есть достаточно значительные царапины, как будто ее ключом что-ли терли или долго носили в кармане с мелочью, ну вот что-то вот такое. Если кому интересно, то кнопка, разумеется, никакая не серебряная, это какой-то самый обычный сплав с покрытием. В общем, какие должны быть чувства у ютубера, который довольно усердно пахал, чтобы получить эту самую кнопку, когда он получает вот это вот. Царапанное, кривое, косое и побитое. И вот это вот ощущение некомпетентности во всем, начиная от доставки не той компании и заканчивая неадекватной упаковкой и криво вклеенным призом, вызывает ощущение, что эту кнопку тебе просто вот так вот швырнули, блять, чтоб ты заткнулся. И то, что кнопка приехала через полгода после того, как канал прошел отметку 100 тысяч, и к моменту приезда кнопки на нем было уже 127 тысяч, то есть прирост больше четверти от той самой сотни. Ну, в общем... Но почему же это вроде бы незначительная награда так важна? Ну, во-первых, конечно же, чтобы показать ее вот этим всем хейтерам, которые утверждали, что ты сотку-то не наберешь, и вообще эта кнопка тебе не светит. Хочу передать хейтерам, сосите хуй. А во-вторых, если говорить, например, лично обо мне, то я что-то недавно подумал, что я дожил уже в общем-то до седых мудей, но никогда ни разу в жизни ничего не выигрывал, у меня нету никаких кубков и других призов. Я не знаю, как так получилось, то ли я не азартный человек, то ли просто как-то не занимался там никаким спортом, где можно выиграть какие-нибудь соревнования, не участвовал ни в каких олимпиадах в школе, например. Ну, в общем, в принципе, вот всю мою жизнь я не занимался ничем, где есть какие-то призы или можно какие-то достижения заработать. Ты, наверное, тоже. Все твои достижения — это никому не нужные ачивки в игрушках. Кстати, эти ачивки придумал очень, мне кажется, хороший маркетолог. Да, для таких же вот бездарностей, чтобы хоть какие-то достижения у них в жизни были. Во-вторых, вот этот факт, что ты дошел до какого-то Майлстоуна, как это сейчас модно называть, то есть до какой-то рэперной контрольной точки, он как-то вот греет, потому что что бы ни случилось дальше, если, не знаю, канал мой закроют, или вообще YouTube пропадет, то это никак не отменяет факта, что я добился этих 100 тысяч подписчиков или сколько там нужно для того, чтобы получить этот приз. Даже если эта кнопка, я не знаю, сгорит к хуям, это все равно не отменяет того факта, что она у меня была. И это вот греет душу. Ведь как начался канал Изи Лайф? На самом деле сам Изи Лайф начался еще, когда Изенька был совсем Изенком в 80-х годах. Так вот, дед как-то брал меня то в зоопарк, то на ВДНХ, то еще куда-то. Это были очень такие забавные походы, потому что дедушка наряжался при этом, одевал костюм, такой тонкий плащ бежевого цвета, шляпу, в общем, был дедушка хоть куда. И в таком виде он возил меня, значит, то в ДНХ показывать, то музеи какие-то, ну и так далее. И вот во время возвращения из одного из таких походов в метро напротив сидел еще один пацанчик вместе со своей бабушкой и задал бабушке такой вопрос. А почему поезд качается? Бабушка ему на этот вопрос ответить не смогла. Изенька сидел-сидел, сидел-сидел. Пыжился-пыжился, боролся со своей, блядь, стеснительностью, потому что всю детство советское тебе говорили не высовываться, не показывать свое «я». Но в конце концов решил, что истина важнее. Подошел к этому пацану и так наш объяснил, потому что вагон едет на рессорах. И когда, значит, вот он поворачивает, он, значит, на этих рессорах качается. Ну, в общем, как-то так я ему объяснил. Я думал, в этот момент дедушка провалится сквозь пол этого вагона от стыда, потому что как-то его внук взял и вот так вот возъебенился, знаешь, возомнил о себе хуй по мечу. Собственно говоря, мне казалось, что дед совершенно не испытывал чувства гордости за столь не по годам развитого внучка. То есть не был у него вот этот вот «мой издюк». Ну вот, он эту историю потом рассказал, мне кажется, всем родственникам. То есть она еще очень долго звучала во время всяких совместных посиделок. И, по-моему, после этого он куда-либо брать меня перестал. Могу наврать, но мне почему-то вот этот поход запомнился, а вот какие-то дальнейшие уже нет. Но другие взрослые, которым дедушка рассказывал об этом случае, вообще, наверное, находили это событие забавным. Пересказывали его и смеялись. А мне казалось, что меня чмырят. Ну дети же далеко не всегда умеют иронию отличать, поэтому мне казалось, что меня чмырят. Ну я еще был дошкольник. В любом случае, с тех пор к людям я подходить перестал и вообще до сих пор испытываю иногда проблемы заговорить с незнакомцем. Ну а дед, как я уже сказал, перестал меня вообще куда-либо брать. То есть я никогда никого не обвиняю в том, что он чего-то не знает. Меня раздражает то, когда человек и не хочет ничего узнать. То есть не хочет развиваться. Вот основная проблема. Собственно говоря, о ютубе я именно в этом ключе и узнал. Я никогда практически не смотрел ютуб ролики ради развлечения или пиздехаханик. Я достаточно активно смотрел ютуб где-то в 2007-2008 году, когда я в очередной раз решил научиться играть на электрогитаре. К сожалению, этот интерес проявился до того, как вышла игра Rocksmith. Возможно, если бы она вышла раньше и я бы учился на ней, что-нибудь бы да получилось. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Играть на гитаре я так и не научился. Но тем не менее, разумеется, видео уроки о том, как играть на гитаре, в том числе разбор различных песен и рифов там и так далее, я, разумеется, смотрел на ютубе. Чуть попозже я увлекся AVGN-ом, то есть Джеймсом Нинтендо Нердом и, соответственно, еще чуть позже Ностальджио Критиком. Смотрел я их, разумеется, на английском языке. И, наверное, это единственные ютуберы, несмотря на то, что Ностальджио Критик выходил на другой платформе, но, тем не менее, это единственные два, скажем так, видеоблогера, которых я смотрел и мне, в принципе, вставляло. Еще я какое-то время смотрел с Мошей, но это было уже после того, как я открыл свой канал. Поэтому именно на мой ютуб-канал повлияли только вот эти два блогера. Это Джеймс Роллф, это который Нинтендо Нерд, и Дук, это который Ностальджио Критик. И, собственно говоря, мой путь как автора на ютубе начался именно примерно с такого же контента. С обзоров. Случилось это в конце 2011 года. Меня тогда уволили. Первый раз в жизни. К слову сказать, я достаточно долго сидел без работы. Идея о том, чтобы открыть свой канал, и, значит, из дома что-то рассказывать, и каким-то образом на этом зарабатывать, я просто не знал, что, оказывается, на этом можно вообще зарабатывать. Я думал, люди делают ролики, ну, просто потому, что им нравится делать ролики. Это, конечно, основная причина, но при этом они еще что-то зарабатывают. Но об этом я скажу чуть попозже. Так вот, когда меня уволили, я, в общем-то, решил, а почему бы и нет. Сначала я начал вести блог, он был текстовой. Потом я начал делать YouTube-канал. Но это был другой YouTube-канал, не этот. Назывался он Noctalgia Comrade. Он, кстати, до сих пор есть. Если интересно, можно посмотреть. Там я занимался обзором фильмов, западных фильмов, то есть в основном американских, где тем или иным образом присутствуют русские. И, собственно говоря, я обращал внимание на ту клюкву, то есть на стереотипное изображение русских в американских фильмах. И объяснял, почему это не так и так далее. Все это было на английском языке. К сожалению, канал не взлетел. Это, видимо, какая-то ниша, которая никому не интересна. И вообще, в принципе, на обзорах, мне кажется, достаточно тяжело взлететь, потому что там уже все плотненько сидят. И как-то нужно либо очень сильно стараться, либо очень сильно должно повести. Если вдруг какой-нибудь блогер перестанет вести обзоры, то, возможно, можно занять его место, и его подписота каким-то образом перевалит к тебе. Но, тем не менее, где-то уже в начале 2012 года я в очередной раз переустанавливал Windows и понял, что на том внешнем жестком диске, где у меня записаны всякие дистрибутивы, образы, винды и так далее, у меня есть текстовые файлики, внутри которых я сам для себя делаю пометки, как что-то исправить в Windows или настроить. Ну, в общем, все то, что нужно сделать сразу после переустановки. Не знаю, например, тамбнейлы отключить или еще что-то в этом духе. И тут я неожиданно понял, что эта информация может быть интересна не только мне, а она лежит только на моем внешнем жестком диске, который я подключаю, не знаю, раз в год, когда переустанавливаю себе или кому-нибудь еще в Винду. Собственно говоря, я запилил небольшой веб-сайт, где в текстовой форме все это положил, и неожиданно один из этих постов просто взлетел, ну, на фоне остальных, конечно. Если остальные получали там несколько хитов, то есть переходов в неделю, то этот получал по тысяче переходов каждый день. По иронии судьбы, этот пост был про проблему с драйверами Амуде. В какой-то момент Амуде в очередной раз обосрались, а это у них стандартный, в принципе, вариант работы. Они все время обсираются. Ну, в общем, что-то там они накрутили, и после обновления драйверов до одной из последних в тот момент версии драйверов, у тебя после каждой перезагрузки компьютера вылезало окошко. Дело в том, что они обосрались там с одним скриптом, и оно очень, блядь, бесило. Соответственно, я сам столкнулся с этой проблемой, когда переустанавливал Windows на компьютере для тещи и тестя, ну и запилил, в общем-то, решение этой проблемы сначала в тексте. Тут я понял, что все-таки уже настал тот момент, когда люди читать разучились. Ну, как бы эпоха живых журналов, сайтов там и так далее, она, в общем-то, уходит в прошлое. Сейчас в основном видео или еще какой-то интерактивный контент популярен. Соответственно, я решил запилить YouTube-канал, и первым видео на нем стало, собственно говоря, как делать обзоры, где я показываю софт, который я использовал для подготовки тех самых видеообзоров фильмов. Но, кстати говоря, я до сих пор использую весь тот софт, который я там показываю, за исключением там некоторых особенностей. В частности, я все еще использую Audacity для записи звука. Я все еще использую Vegas, который уже не Sony, а теперь Magix для, собственно говоря, редактирования видео. Я все еще использую XN View для обработки изображений. Я не использую Camtasia и прочее говно. Если мне нужно записать экран, я использую Bandicam. Но, в принципе, то видео до сих пор актуально. Единственное, я с тех пор, наверное, как-то больше функций в Vegas знаю. Но, учитывая тот уровень монтажа, который я, блядь, применяю в своих видосах, мне ясен хуй подойдет совершенно любой софт, начиная с Windows Movie Maker. Абсолютно неважно, через что монтировать мои, по крайней мере, ролики. Собственно говоря, я хотел показать, что решение каких-то компьютерных проблем – это просто. То есть easy. И, в общем-то, канал я назвал easy life, то есть легкая жизнь. Опять-таки, я считаю, что те гайды, которые ты можешь встретить на моем канале, даже если там показываются такие страшные вещи, как реестр, редактирование его вручную, либо ручной ввод команд в командную строку – это все равно easy. Я вообще считаю, что работа с файлами, установка драйверов, написание команд в командной строке и так далее – это базовые, базовые навыки работы с компьютером. То есть не сидение в Word, в ВКонтакте и в игрушечках – это, сука, базовые навыки работы с компьютером, а вот это вот – умение заставить компьютер нормально работать – это базовые навыки. Я же не говорю, что нужно уметь драйвера писать, например, на ассемблере, или что-то программировать там и так далее. Мы говорим о базовых функциях, доступных через базовый интерфейс. Блядь, ты целыми днями сидишь за компьютатором, ну изучи ты аппарат, изучи, как работает то, зачем ты проводишь львиную долю своей жизни. Ну, в общем, я начал активно лить видосы, в основном по решению различных проблем на этот канал, и где-то через 4 месяца после того, как я начал активно пилить видосы, я нашел, наконец, работу и вышел на работу на полный рабочий день. Забавно, что я тогда думал, что хорошо бы иметь 300 видосов, потому что эта цифра казалась мне почему-то красивой. Это еще было до шутки про тракториста и 300. Не знаю, почему мне казалось, что если у тебя есть 300 видосов, то значит это будет стабильный трафик там и так далее. Ну, не знаю, сейчас на моем канале не 300, а 3,5 тысячи видосов, и я считаю, что это мало. Ну, вообще, конечно, сидеть дома без работы могло бы быть прикольным, однако все это отравляется мыслью о том, что припасенные на черный день средства не бесконечны, плюс у тебя есть еще какие-то планы на жизнь, что-то купить, что-то устроить, детей вырастить и так далее. То есть, когда-нибудь все равно придется выйти на эту сраную работу, причем счет времени идет на недели и месяцы, а вовсе не на годы. И вот это ощущение, что да, ты сейчас не работаешь, можно было бы покайфовать, но, блядь, тебе все равно нужно где-то искать работу, оно отравляет весь вот этот кайф, и не кайфово нихера. Зато, когда спустя два года после создания этого канала меня уволили еще раз, я уже вовсю пилил видосы. Я к этому времени осознал главную ошибку, которую я допустил в своей карьере. Я почему-то всегда считал, что достаточно хорошо работать, и это как-то автоматически делает тебя заметным, сулит повышение, добавляет бабла там и так далее. Нихуя. Ничего подобного. Ты все равно остаешься точно таким же легко заменяемым винтиком в чужом механизме. Я осознал, что хочу работать в таком механизме, где изя является главной частью, и этот механизм без изи не работает. Так, кстати говоря, получилось со многими российскими бизнесами, где во главе стоит какой-то одиозный лидер. Ну, например, Чичваркин с его Евросетью, или Тинькофф с его пельменями, или пивоварней. Как только у Чичваркина отняли бизнес, неожиданно стало понятно, что без Чичваркина что-то как-то, блядь, не крутится бизнес. И то же самое с той же пивоварнею Тинькоффа, которую он продал, и как только он ее продал, что-то как-то пиво Тинькофф куда-то и, в общем-то, пропало. И я, к сожалению, очень поздно это осознал, что нужно не свою работу хорошо выполнять, а себя пиарить. Вот тогда, когда я задрачивал гитару в 2007-2008 году, у меня что-то было как-то дохуя свободного времени. Я был относительно молод, у меня все нормально было на работе, у меня были подчиненные, и я сделал так, что часть работы была автоматизирована, то есть, в принципе, я мог не ходить на работу, все равно все работало. И вот этот факт, что я могу не ходить на работу, а все работает, как раз должен был бы показать, что я охуенный специалист. Потому что если все падает и ломается, то, наверное, я хуевый специалист. Но, к сожалению, у начальства есть другое мнение. Тебе нужно постоянно чем-то, блядь, заваливать какой-то хуйней, чтобы была видимость, что ты работаешь. Так вот, мне очень хочется, чтобы приходили на мой канал именно из-за Изи. И если на этом канале Изю заменить на еще кого-то, то этот канал бы просто исчез. Сейчас очень часто можно встретить, как люди в транспорте что-то смотрят в телефоне. Вот мне было бы охуительно просто, если бы я хоть раз, а еще лучше часто, встречал людей в транспорте, которые на своем телефоне смотрят Изю. Вот это было бы охуенно. Тем более, что один известный блогер уже, по крайней мере, в московском метро засветился. То есть я очень жалею, что начал, грубо говоря, пиарить себя слишком поздно. Надо было начинать это делать гораздо раньше. И это очень большая ошибка моей жизни, которую я вот сейчас всячески пытаюсь исправить. Не знаю, получится или нет. К сожалению, очень поздно. Я начал выпячивать себя, где можно и где не можно. И я сейчас не говорю о торговле ебалом. Дело в том, что в юности я посмотрел один фильм, который меня очень зацепил. Это один из первых фильмов с тогда еще молодым Кристианом Слейтером. Смысл этого фильма, что в школе появляется новичок, весьма забитый и задротистый, и одновременно с этим появляется подпольная радиостанция, на которой ведущий, по-моему, используя модификатор голоса, то есть Уэйс Морф, ставит песни и о чем-то там говорит. И эта радиостанция среди вот школьников в этой школе набирает очень большую популярность. Короче, классный вообще фильм. И меня именно зацепило то, что у него есть какое-то дело. И вот он по вечерам выступает перед какой-то там аудиторией, которая его не видит. В принципе, я в целом люблю очень слушать радио, и в юности даже хотел попробовать работать на радио ведущим, особенно в ночную смену, потому что, ну, я как был всю жизнь с собой, так до сих пор ей остаюсь. Кстати, тот самый дед очень сильно возмущался, когда ему сказал, что хочу работать ночью. Но это же очень тяжело в ночную смену работать. Видимо, имелось в виду ночная смена на заводе, куда сейчас многих блогеров хотят отправить. Тогда еще никаких камер в студиях на радио не стояло. И, ну, не знаю, посмотрите, на ютубе есть записи из студии радиостанция. Это была такая мега радиостанция электронной музыки. Там полный вообще пиздец, блядь, застренное какое-то старое помещение, и бухие диджеи. Но этого никто не видел. По радио-то не видно. Зато атмосферу можно было передавать голосом, интонациями и музыкой. И я хочу, чтобы это был именно мой голос. Именно его приходили слушать. И мне кажется, если я начну показывать свое лицо, то это будет несколько смазывать восприятие меня как личности. И дело не в том, что я какой-то там урод. Я вполне себе красив, как молодой бог ютуба. Просто, увы, мы животные. И что бы там ни говорили, мы все равно судим по внешности. Если человек нам не нравится внешне, вряд ли захочется узнать, какой у него внутренний мир. Здесь опять-таки есть пример. Если кто помнит, была такая группа «Ласковый май». Так вот, дикую популярность и всенародную любовь она завоевала в момент, когда практически не было такого понятия, как видеоклипы. И никаких концертов не транслировали по телевизору. И никаких постеров в музыкальных журналах тоже не было. Группа «Ласковый май» получила популярность на магнитоальбомах, то есть на аудиокассетах, которые продавались в палатках по всей стране. Очень часто это были неофициальные копии, кстати. Соответственно, поскольку никто не знал, как выглядят солисты из «Ласкового май», они прокрутили охрененную просто фишку. Они поставили концерты на поток. Группа «Ласковый май» одновременно выступала в нескольких городах сразу. То есть они взяли по одному участнику группы из состава, разбавили просто какими-то левыми пацанами, и получилось несколько клонов одной и той же группы, которые могли выступать одновременно в нескольких городах и рубить бабло лопатой. Что они, в общем-то, и делали. А поскольку никто не знал, как они выглядят, это сходило с рук. То есть совершенно необязательно торговать ебалом для грандиозного успеха. Ну а на текущий момент мой успех, конечно, тяжело называть грандиозным, особенно по сравнению с какими-нибудь летсклеющиками, которые во времена популярности Майнкрафта эти 100 тысяч подписчиков набирали там за несколько месяцев. Не знаю, может быть, конечно, то, что я не показываю свое ебло, мне усложняет жизнь, но тем не менее, пока я его показывать не собираюсь. Возможно, когда-нибудь это изменится, но в обозримом будущем я не собираюсь светить ебалом в камеру. Вторая возможная причина, по которой мой канал так тяжело растет вверх, это разнообразие контента. Как я уже сказал, изначальная идея была сделать канал, посвященный решению самых разнообразных проблем, ну в основном с компьютерами, с телефонами, с игрушками, каких-то бытовых мелочей и не очень, ну и тому подобных, для того, чтобы сделать жизнь легче. Поэтому easy life. Дело в том, что я очень невезучий человек. Ну или, по крайней мере, мне так кажется. То есть, если есть какая-то возможность, что все пойдет не так, у меня обязательно все пойдет не так. Там, где другие идут по прямой, протоптанной тропинке и получают все быстро и качественно, у меня возникают какие-то непреодолимые сложности для получения даже самых каких-то, казалось бы, базовых вещей. Ну, опять-таки, может быть, это, конечно, не так, я утрирую, но мне кажется, что с везением у меня большие проблемы. То есть, возникновение препятствий и сложностей вовсе не вызывает у меня какой-то страх там или нежелание их решать, но зато вызывает такую тупую тоску из-за того, что опять придется бодаться и бороться, вместо того, чтобы, я не знаю, получать от жизни удовольствие. Понятно, что я далеко не один такой, и очень много людей, возможно, борются с той же самой проблемой. Или еще худший вариант, когда эта проблема не очень распространенная, и ты просто не можешь найти ее решение, потому что мало кто о ней пишет, например, или говорит. Ну, даже если говорить о проблемах с компьютерными игрушками, ну, ни для кого не секрет, что основные геймеры это прежде всего мальчишки в возрасте где-то, ну, я не знаю, от 7 до 15 лет. Это как раз тот период, когда маленький ребенок или подросток чувствует себя одиноким, что его не понимают родители, не понимают сверстники и так далее. И вот этот компьютер и вот эти игрушки, это зачастую единственный его способ коммуницировать с миром или вообще хоть чем-то интересным заниматься в жизни, а с появлением и распространением совместных игр через интернет еще и возможность хоть как-то, хоть с кем-то общаться. Пусть это общение заключается в криках «Мамку твою ебал!» в микрофон, но тем не менее это все-таки общение и какой-то смысл жизни. А теперь представь, что вдруг эта игрушка не работает, или компьютер не работает, или какая-то вылезает ошибка, которую он не может решить, но которая мешает ему, ну, запустить игрушку, например. Это ведь катастрофа. Сам он ее решить не может, спросить, боится или некому действительно помочь. Как правило, старшее поколение вообще нихуя не понимает в этих компьютаторах. Он живет в маленьком городе, он не может заплатить кому-то, чтобы ему починили, он не может купить новый компьютер, потому что у него нет денег, и у родителей нет денег, и он не может выпросить их. У него нет друзей, которые разбираются в компьютерах. Это ведь жопа! Казалось бы, вот эта маленькая ошибка на экране для этого мальчишки это трагедия, потому что он потерял возможность общаться и хоть чем-то заниматься в жизни, что ему нравится, а самостоятельно он решить ее не может. Тут, правда, частенько еще возмущаются, что, изя, нахера ты делаешь эти решения, если их можно легко за пару секунд нагуглить и решить самостоятельно. А вот хуй! Во-первых, очень часто решения, которые ты нагугливаешь, написаны исключительно для того, чтобы было нагугленное решение, чтобы ты перешел на какой-то сайт. Я же, перед тем, как хоть что-то опубликовать на своем YouTube-канале или на своем сайте, обязательно проверяю, а помогло ли это. Более того, если я нашел какие-то недоработки в своем видео или обнаружил еще какой-то способ решить эту же проблему, я стираю то видео, теряя лайки и просмотры и так далее, и делаю новый перезалив. Да, действительно, частенько проблему можно легко нагуглить. Так пусть тот, кто гуглит, ко мне на канал переходит, а не на чей-то еще ресурс. Тем более, что я вроде бы делаю качественные гайды, за которые мне частенько говорят спасибо. А сколько еще не написало спасибо, потому что им впадло. И, в общем-то, изначально я как раз и делал канал, ориентированный именно на поисковый запрос, а не на привлечение подписчиков. Первые пару лет я вообще особо не переживал по поводу подписчиков. Понятное дело, что если у тебя возникла какая-то проблема, ты нашел мое видео, решил ее, в лучшем случае поставил лайк, и, в общем-то, ушел с моего канала навсегда. Вряд ли ты будешь смотреть все последующие видосы по тем ошибкам, которых у тебя нет и, возможно, никогда не возникнет. Поэтому, если ты смотришь все мои видосы про ошибки не потому, что у тебя есть эти ошибки, а просто потому, что тебе нравится меня слушать, то ты охуенный молодец. Ты именно из той категории, к которой я стремлюсь, которым нравится Изя, и которые пришли на этот канал послушать именно Изю, а не кого-то еще. И если Изю заменить, они уйдут. То есть Изя в таком вот смысле стал незаменимым. А о чем именно видос, это уже второй вопрос. Ты пришел посмотреть Изю. И, в общем-то, не важно, о чем он разговаривает. Ну и, конечно же, для молниеносного роста подписчиков каналу не хватает хайпа. Но я и не пытаюсь кататься на волне хайпа. Хайп, конечно, может и приносит кучу популярности, но есть и обратная сторона. Надо постоянно хайповать, потому что зрителей, которые пришли за хайпом, нужно постоянно подкармливать этим самым хайпом. Нет хайпа, нет зрителей. Они уйдут. А я не хочу хайпить. Я хочу сам стать хайпом. Айм есм хайп. И, в общем-то, у меня нет никаких проблем с просмотрами. Тут некоторые думают, что раз у меня на видосах там по 2000 просмотров и все, то я какие-то испытываю сложности с просмотрами. Нет. Мое количество видосов работает как рыболовная сеть. Да, один видос, там сегодня два просмотра заработал, какой-то 100 просмотров, какой-то вообще не заработал. Но все эти видосы вместе приносят мне от 70 до 110 тысяч просмотров каждый день. Каждый день 100 тысяч человек приходят меня послушать и посмотреть. Будем надеяться, что мое творчество помогает им решить какие-то реальные проблемы, которые у них возникли. Будь то техника или ЖКХ или еще что-то. У меня проблема-то только с подписчиками, потому что я никогда их особо не пытался привлекать, но к сожалению, у Ютуба на эту тему другая какая-то есть идея о том, что подписчики важны, они за это дают какие-то там вот призы и так далее. Но учитывая специфику моего контента, у меня есть охуенная возможность, которой нет даже у многих топ-блогеров. Мне не нужно вылизывать жопу подписчикам. Ненависть к подхалимству и вылизыванию жопы у меня с детства. Ненавижу лебезить ни перед кем. Да, конечно, мне порой приходится это делать в основном во всяких государственных учреждениях или на работе, то есть в тех местах, где ты зависишь от пидорасов. Иногда. Можно, конечно, встать в позу и в контру, но когда ты задумываешься, а придвинет ли тебя вот это твое поведение к тому результату, который ты хочешь достичь. Если речь о какой-нибудь госконторе, где тебе нужно взять какую-нибудь справку сроком действия лет на пять, то может быть проще полебезить чуть-чуть, поунижаться и через несколько минут на несколько лет забыть о существовании этих уродов, потому что они наконец выдали тебе справку. Ну и с работой примерно то же самое. Ну а здесь, на моем канале, у меня есть уникальная возможность быть честным и откровенным и говорить людям то, что я о них реально думаю. Нет, я не обзываю никого. Если я говорю, ты что, идиот? Значит, я действительно считаю, что ты идиот и на это есть причины. У меня не стоит цели обосрать тебя во что бы то ни стало. Как правило, я называю человека идиотом вот по той самой причине, о которой я говорил в начале видео. Не стыдно чего-то не знать. Понятное дело, что никто не рождается со знаниями. Все знания — это приобретенная вещь. Стыдно не хотеть знать. Вот в этом случае, когда ты не хочешь знать, ты не хочешь думать и соображать своей головой, и я называю тебя идиотом или еще как-то. Соответственно, то, что я не стремлюсь во что бы то ни стало получить максимум подписоты, мне в принципе это не нужно, потому что у меня с просмотрами все нормально. У меня не нормально только с количеством подписчиков. Я могу смело посылать в жопу всех, кто не согласен с моим контентом. Тут очень часто и модно ныть, что я, дескать, своими видосами об ошибках, засрал им всю ленту. Года два назад, когда я еще делал видео на английском языке часто, было точно такое же нытье, что выделите изи, засрал им их ленты, видео на английском языке, которых они даже не понимают. Что, блядь, за ценность такая в твоей ленте, твою мать? Ну прокручивай мои видосы, а еще лучше отпишись от меня нахуй. Потому что мне не нужны в подписчиках нытики. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. «Можешь считать меня, сука, Стивом Джобзом, который при жизни ненавидел фокус-группы». Кто не знает, прежде чем выпустить какой-то дорогостоящий продукт на рынок, фильм, например, или вообще еще даже нет продукта, просто фирма думает, чтобы такое сделать. Так вот, вот этот концепт могут показать фокус-группе или просто провести опрос фокус-группе, чтобы они хотели видеть там в каком-нибудь другом продукте. И на основании ответов этой фокус-группы пытаются что-то составить. Так вот, Стив Джобз никогда не прибегал к помощи фокус-групп, потому что он совершенно справедливо полагал, что как человек может знать, что он хочет, если этого еще нет. Так вот, я не собираюсь подстраиваться под любое мнение своих подписчиков, чем, кстати, грешат многие другие топ-блогеры, они, сука, прям как флюгер при любом попукивании со стороны их подписчиков меняют полностью ориентацию. Я ценю только тех людей, которые ценят меня. Просто, понимаешь, хама его можно только перехамить. Соответственно, если ты не любишь Изю, отписывайся нахуй. Я обойдусь без твоей подписки. Я останусь только с теми людьми, которые действительно ценят мое творчество, которым, не знаю, нравится мой черный юмор, нравятся мои какие-то высказывания или просто голос. Да мало ли что, людям нравится. Вот эту категорию подписчиков я ценю. А нытики мне нахуй не нужны. Тем более, что видео мои полезные, и если у тебя сейчас вдруг нет этой проблемы, это не значит, что она не может возникнуть. Я, может, много часов потратил на решение этой проблемы и хочу сэкономить время другим людям. Кроме того, учитывая вот ту невезучесть, о которой я говорил, мои видосы о решении проблем для меня своеобразный громоотвод. Потому что, когда есть какая-то проблема, которую нужно решать, ну ты, сука, не хочешь это решать, ты, как я уже сказал, приунываешь. А приунываю я, сука, регулярно, блядь. Но сейчас у меня появился плюс в любой проблеме, потому что, решив ее, я могу сделать и выпустить видео. Это какой-то немножечко извращенный, конечно, плюс, но тем не менее плюс. Более того, я даже иногда радуюсь, когда какой-нибудь очередной китайский девайс приезжает с какой-нибудь проблемой, которую я могу обсосать и обживать в видосе и хотя бы над ней поржать. То есть видосы о решениях проблем помогают не только людям, у которых эти проблемы есть, но они помогают еще в том числе мне, что называется, выговориться, то есть, ну не знаю, обматерить что-то там и так далее. После чего становится легче. Куда-то ведь нужно эту ненависть выливать. Пусть она хотя бы канализируется в какое-то продуктивное русло. Опять-таки я очень надеюсь, что мои видосы помогают другим людям и я не зря их делаю. И вообще с обзорами интересная вещь. Я считаю себя одним из немногих непроплаченных обзорщиков. То есть мне еще ни разу не платили за что-либо, за любой обзор. Единственное, что мне делают, разумеется, образцы мне присылают бесплатно. То есть, наверное, я могу их продать и это можно считать оплатой. Но, как правило, стоимость обозреваемых девайсов совершенно не соотносится с ценниками на обзоры. То есть стоимость присылаемых девайсов гораздо ниже. Плюс в своих обзорах я стараюсь концентрироваться именно на недостатках и косяках. Потому что достоинства сам производитель, блядь, расхвалит. А вот кто недостатки-то выявит, поэтому я стараюсь не всегда, конечно, но, как правило, потому что иногда нужно что-то срочно выпустить, если какой-то очень горячий продукт. Но, как правило, я стараюсь все-таки хотя бы пару недель попользоваться девайсом. Может быть, имеет смысл делать это из двух частей. То есть, когда я получил девайс, тут же делать какой-то быстрый обзор. Ну, просто чтобы, знаешь, застолбить. А потом, ну, не знаю, спустя пару недель выпускать, собственно говоря, дополнительное видео, где уже спокойно и вдумчиво попользовавшись девайсом две недели рассказать, какие косяки за это время вскрылись, если они, конечно, вскрылись. Ну, не знаю, может быть, так было бы лучше, конечно. Так что тут и злость выплеснешь, и других людей предупредишь, ну, или поможешь им сэкономить время, деньги и так далее. Кроме того, мой формат канала, который вообще не зависит от подписоты, еще раз, я получаю большинство своих просмотров от поисковых запросов и, может быть, еще от предложки на ютубе, что, в общем-то, тоже, по сути, поисковик. То есть, да, у меня есть костяк канала, сейчас он составляет примерно 2000 человек из 130, блядь, которые смотрят все мои видео. Примерно 50-100 человек ходят на мои стримы от 130 тысяч, обидно, да. И видосы не о компьютерных ошибках, набирают 5-10 тысяч просмотров точно, а дальше уж как пойдет. У меня, кстати, есть и миллионные видео, их несколько штук, плюс одно видео скоро уже 2 миллиона наберет. Ну, то есть, такие видосы у меня тоже есть, по несколько сот тысяч просмотров, по миллиону просмотров, но их, разумеется, гораздо меньше, и это далеко не все мои 3,5 тысячи видосов, к сожалению. То есть, мои просмотры не приходят от подписоты, и, соответственно, я не завишу от подписоты, и это просто охуенно. Потому что мой канал совершенно легко переживет месячный загул. Я ездил в отпуск, попадал в больницу, когда несколько недель не мог говорить. Тем не менее, у меня такое ощущение, что этого даже особо никто и не заметил. Именно потому, что у меня нет зависимости от подписоты. А теперь представь, что какой-нибудь топовый блогер, который снимает ни о чем, попадет в больницу на 2 месяца. Через 2 месяца о нем все просто забудут. Вот. Это плюс отсутствие зависимости от подписчиков. Минус, как я уже сказал, в том, что каждое видео не набирает просмотров от хотя бы половины количества подписчиков. Другое дело, что месячный загул для меня это вещь маловероятная, потому что я уже сам не могу прожить этот месяц без выпуска видосов. Меня начинает ломать. В моей башке постоянно просто рой мыслей. Я когда куда-нибудь иду, и даже когда гуляю по парку, например, в башке постоянно пролетают идеи для видосов. Какие-то лихо закрученные фразы, которые обязательно надо бы вставить в видос. Или какие-то шутечки, воспоминания, типа вот как я в этом видео рассказал про деда своего, которые тоже хорошо бы вошли в видос. Я постоянно боюсь, что это все вывалится, забуду или не вставлю. Поэтому я стараюсь записывать это все, ну, как правило, в ежедневник в телефоне, а потом переношу на компьютер в ту папочку, где лежит тот или иной видос, мысль о котором пролетела. Ну, или новую папочку создаю. Причем я очень переживаю, когда я забываю что-то и мучаюсь от этого. Кроме того, я реально переживаю за неудавшийся кадр или когда что-то не успел сфотать, что можно было бы, не знаю, в инстаграм по приколу выложить или в видео хорошо бы смотрелось. Потому что ты знаешь, что в моем видео и особенно в моем инстаграме очень много чудных фоток, которые я просто снял на улице по стечению обстоятельств. Это не постановочные кадры, просто вот я увидел и снял. Многие считают, что у меня идеи закончились, и я не знаю, о чем снимать, поэтому делаю видосы чуть ли не о том, как включить компьютер. Хуй тебе! На текущий момент вот те идеи о видосах у меня появляются быстрее, чем я успеваю эти видосы делать. То есть, допустим, в день я делаю один видос, а идеи у меня появляется еще на пять. То есть, количество видосов, которые я хотел бы сделать, оно растет. И я не успеваю их делать, к сожалению. Не, конечно, можно было бы, как все ведущие блогеры, только торговать ебалом или только бубнить текст, а редактировали бы звук и делали монтаж специально нанятые люди. Но конкретно мой канал слишком мало приносит дохода, чтобы оплачивать труд чужих людей и при этом выйти хотя бы на самоокупаемость. А вкладывать свои деньги в канал, ну, это слишком большой риск. Так что пока для меня YouTube это все-таки больше хобби, чем бизнес. Сейчас у меня папка весом 50 гигабайт с материалами для будущих видосов. Там несколько сотен папок. А поскольку у меня видосы в основном из фоток состоят или из болтологии, это не значит, что у меня 50 гигабайт видео. 50 гигабайт видео это очень мало. Там в основном лежат фотки, а где-то лежат просто картинки или вообще просто какие-то заготовки, те самые мысли, которые у меня пролетели. Я записал их в файл, чтобы не забыть, когда буду делать этот видос. Там далеко не все видосы об ошибках. Если ты давно подписан на мой канал, то знаешь, что изначально у меня были очень четкие, краткие, лаконичные видео о решении проблем. Потом я понял, что, наверное, постоянных подписчиков нужно как-то подкармливать, как троллей, начал разбавлять эти видосы шутеечками какими-то, либо мыслишками какими-то интересными. И иногда даже не понимаешь, ты решение проблем смотришь или какую-то кухонную философию. Но потом появились, как ты знаешь, и болтологические видео, и та самая кухонная философия. Именно вот эта многогранность с одной стороны. Кто-то может назвать это винегретом. Ну, в общем, разнообразие контента на моем канале. То есть ты сегодня смотришь про решение какой-нибудь ошибки в стиме, завтра смотришь про то, как я толчок в самолете чистил, послезавтра мое отношение, я не знаю, к однополой любви и так далее. То есть вот это отсутствие какой-то конкретной тематики на моем канале тоже создает проблемы в росте моей подписоты. Потому что я не нишевой блогер. Да, есть каналы, посвященные какой-то одной теме. Авто тема, вейп тема, бьюти там, спорт, что угодно. Таких каналов масса. Я бы мог, наверное, занять какую-то одну нишу и хуячить в ней. Но зачем тебе еще один такой же ютубер, какой уже есть? Я не хочу превращаться в клон кого-нибудь. Мне очень часто в комментах пишут, что я похож на других известных блогеров, особенно голосом или интонациями или манерой разговора и так далее. Проблема в том, что меня все время сравнивают с блогерами из совершенно разных ниш. Просто под разными видосами эти комменты были оставлены. Так на кого же я похож-то? Я, например, считаю себя охуенно уникальным. Я же бог ютуба. Ну и потом ниши. Очень часто жалкое зрелище. Иногда прям даже видно, что ютуберы уже не знают, о чем снимать. Это особенно касается многих обзорщиков, например, китайской техники. Все их обзоры идут как по рельсам. То есть они это проверили, там вес посмотрели, какие-то тесты прогнали, что-то там посмотрели, обсмотрели. И, в общем-то, в этих обзорах меняется только предмет обзора. А информация, такое ощущение, остается та же самая. Ценность-то в чем? Кроме того, интересы меняются. Ну, по крайней мере, у меня они меняются. Они иногда возобновляются. Я вот уже рассказывал в этом же видео про гитару, например, у меня как-то она наплывами. Но тем не менее. Но я никогда не понимал, как можно всю жизнь делать одно и то же. Как мужики на работе. Я самое долгое работал, наверное, 4 года на одном месте. И все эти 4 года соседние мужики обсуждали автомобили, например. Или спорт. Ну, какую-то одну тему они жевали изо дня в день. Я не понимаю, как так можно. Кроме того, аудитория ютубера-то растет. Это особенно видно в русском сегменте, где основная аудитория это все-таки школьники. Так вот, школьники это не вечный возраст. Школьники взрослеют. И ютубер тоже должен расти вместе со своей аудиторией, если он хочет ее удержать, конечно. Это наиболее органичный подход. То есть ты растешь вместе со своей аудиторией. Это хорошо видно, например, на лайф-джорнале каком-нибудь, куда люди перекочевали еще из фидонета. И вот они там уже много лет читают одних и тех же блогеров, которые свою популярность еще в фидо, например, разработали. То же самое нужно делать на ютубе. Тебе нужно расти вместе со своей аудиторией и поднимать темы, которые начали интересовать твою аудиторию, и наоборот переставать говорить на те темы, которые ее больше не интересуют. Это первый вариант. Второй вариант неорганичный. Это когда ты забиваешь хуй на свою повзрослевшую аудиторию, она от тебя отписывается, а ты продолжаешь хуячить на аудиторию школьников, например. То есть на твоем канале происходит круговорот школьников. Те, кто перешел в старшие классы, отписываются от твоего канала, и на их место приходит новое школье из младшей школы. Ну это я, конечно, условно говорю. Такое тоже возможно, вот только ютубер, который развлекает эту аудиторию, начинает напоминать дешевого клоуна, великовозрастного долбоеба, который дурачится для мелкоты. Мне, честно говоря, вообще не нравится слово подписчики, фанаты, подписота и так далее. Вообще, сабскрайберс — это абоненты. Какое количество абонентов на твоем канале? Вот это вот основное значение слова сабскрайбер. Поэтому, когда ты покупаешь подписку, например, на какие-то ТВ-каналы, то ты становишься абонентом. Я считаю здоровыми отношения блогера и тех, для кого он творит, примерно такими же, как у друзей по переписке. Поэтому я так ценю твои комментарии, часто вставляю их в видосы, отвечаю на них, иногда даже перезаливаю видос, чтобы вставить твои комментарии, потому что я настолько их ценю. Я готов просрать просмотры, лайки там и другие пузомерки, потому что твой комментарий, возможно, меняет смысл видео и помогает мне сделать видео лучше. Поэтому я готов похерить старое видео, просрав все, и сделать новое. Вот так я отношусь к своим годным зрителям. Именно поэтому я могу рассказать тебе, что именно я думаю о той или иной проблеме. Выплеснуть ту злость, которую она у меня вызвала, например, или рассказать о чувствах, которые у меня возникли из-за того, что у меня что-то не получилось, например, или наоборот получилось. Как я уже сказал, я частенько приунываю. У меня, в общем-то, большую часть времени я нахожусь в не очень приподнятом настроении, по крайней мере, внешне. И я могу это выплеснуть здесь, на YouTube. Потому что очень важно, когда ты делаешь из себя интернет-персону, показать, что ты все еще человек, что ты абсолютно нормален. И показать свои чувства. Иногда, может быть, они, естественно, немножечко наиграны, потому что это все-таки, грубо говоря, на камеру. Но, тем не менее, эти чувства реальны. Пусть они и приукрашены. И эти чувства — это часть нормальной личности. К сожалению, некоторые ютуберы начали уподобляться каким-нибудь кинозвездам и прочим людям с очень высоким ЧСВ. Увы, такое случается. Но я стараюсь, чтобы меня это не коснулось. Как я уже сказал, когда я поливаю тебя говном и говорю, что ты идиот, это не потому, что у меня чувство собственной важности через край полилось, а потому, что я действительно считаю, что ты идиот, потому что я нашел время выникнуть в твою проблему и вижу, в чем она. Но кроме вот этих ЧСВшных уродов, на ютубе полно других прекрасных людей, что лично меня радует, что у многих нормальных, ничем вроде бы с виду особо не привлекательных подростков появилась возможность стать реально популярными. Потому что, когда я сам был подростком, не было интернета, не было ютуба, ничего такого не было. И в школах классы все разделялись примерно как в американском сука-фильме на небольшую когорту популярных детей. Это, как правило, были лучшие красавицы или лучшие спортсмены или самые богатые дети в классе. Ну, в общем, как-то они вот кучковались по какому-то признаку. И был весь остальной сброд, которых считали задротами, ботаниками там и так далее. Разумеется, первыми ботаники заявили о себе в лице Стива Джобза, Билла Гейтса, Марка Цукерберга и прочих вот этих вот задротов, которые на данный момент, по сути, правят миром. А ютуб позволил обычным детям, ничем, в общем-то, не привлекательным, ну, реально, посмотри на, даже чисто внешне, на российский или, там, не знаю, на штатовский топ ютуба. Не обязательно даже слушать, что там люди говорят. Там люди с совершенно обычной внешностью, девки вроде бы не являются последними шлюхами там и так далее. И вот это все не может не радовать. То есть нормальные люди наконец-то обрели возможность стать популярными и что-то донести до других людей. Нет, безусловно, есть и фрики, которые привлекают к себе внимание исключительно потому, что они, по сути, уродцы. Ведь цирк уродцев был популярен во все времена. Сейчас он просто встал на высокотехнологичные рельсы. Но все-таки костяк популярных людей на ютубе составляют обычные, по факту, ничем не примечательные люди. И мне тоже есть что сказать и что донести до подписчиков на, скажем так, философические темы. То есть те самые болтологические видосы, которые многим из вас так нравятся. Почему же я вместо этого делаю видосы об ошибках? Ответ очень простой. У меня есть основная работа, которая отнимает у меня очень много, особенно моральных сил. И когда я после нее прихожу вечером домой, меня хватает только на видосы об ошибках, которые относительно легко пилить. Потому что философические видосы типа вот этого, например, они отнимают какую-то часть твоей силы воли. Это примерно как мана в видеоиграх. Тебе на день дается какое-то определенное количество силы воли, которую ты можешь использовать по своему усмотрению. У меня большая часть этой силы воли, к сожалению, уходит на сопротивление тем уебкам, с которыми мне приходится работать, потому что мне нужны деньги. Деньги мне нужны, потому что я хочу еще чего-то в жизни достичь. А для этого всего нужны деньги. Кроме того, болтологические видосы, как правило, получаются длинными. То есть это требует не только больше времени на то, чтобы записать звук, смонтировать там и так далее, но и в целом этот видос нужно как-то внутри себя скомпоновать. Как я уже сказал, у меня постоянно идет процесс обдумывания будущих видосов. Он даже несознательный где-то на подсознании идет. И вообще восприятие мира мной, после того, как я серьезно занялся Ютубом, очень сильно изменилось. Я как бы теперь на все смотрю с точки зрения, можно ли об этом видос сделать или нельзя. И мне охуенно нравится это делать. Я с некоторым удивлением понял, что делать то, что я сейчас делаю, то есть орать матом на школьников в микрофон из компьютера, это именно то, что я хотел делать с детства. Как я уже сказал, я когда-то мечтал быть диктором на радио, и фильм вот этот вот мне очень понравился с Кристианом Слейтером и так далее. То есть мне нравится ковыряться в компьютаторах и работа радиоведущего, а видосы о решениях проблем на Ютубе это лютый синтез и того и другого. То есть мне охуенно нравится делать видосы, и я сейчас не говорю вот именно о платформе Ютуба и формате видосов. Если через какое-то время Ютуб пропадет и будет что-то новое, наверное, я буду делать на какой-то другой платформе и какой-то другой формат, но тем не менее я буду это делать, скорее всего, потому что мне это очень нравится. Причем снимаю я и когда болею, и в грустные моменты, и в депрессухе, а как я уже сказал, приунываю я постоянно, я достаточно депрессивный на самом деле человек. Но не всегда хватает вот этой самой маны, чтобы делать длинные видосы. И поэтому, когда ты приходишь с работы, перед тобой стоит выбор. Либо начать по кусочкам, допустим, пилить какой-то длинный видос, на который уйдет, не знаю, несколько недель, либо быстренько наклепать какой-то короткий видос о решении конкретной проблемы с конкретным поисковым запросом, который уже начнет тебе приносить просмотры. Не, можно, конечно, сказать, ну ладно, хуй с ним в будни работай, а вот в выходные пили длинные видосы. Ну, знаешь, длинный видос, ну, минут на 20 хотя бы, это часов 8 работы. Кроме того, если ты вхуячивал по 11 часов каждый день в будни, а по ночам еще потом пилил короткие видосы для Ютуба, то в выходные ты отдупляешься. Не знаю, спишь до обеда, потом ходишь тупишь. Кроме того, накапливаются еще какие-то, ну, не знаю, домашние дела, в магазин сходить, убраться, там еще что-то. Кстати, эти дела начинают тебя очень сильно бесить, потому что они тебя отвлекают от того самого любимого дела, в данном случае пиления видосов для Ютуба. Я чуть позже еще скажу о том, как отличить любимое дело от нелюбимого. И вот, значит, пока ты отдупляешься, раз, хуяк, выходные уже кончились, уже вечер воскресенья, и в общем-то скоро наступит очередной понедельник, и, сука, колесо Сансары сделает очередной виток. Вот так у меня вся жизнь проходит. Я въебываю на работе, потом пилю видосы, свободного времени у меня нет в принципе, а когда я не в состоянии ни работать, ни пилить видосы, я туплю. Вот просто банально туплю. Лежу на кровати и смотрю в потолок, либо листаю ленточку ВКонтактике. Мне на самом деле нравится делать и те, и другие видосы, и кухонную философию, и разрешение проблем. Иногда даже вот на что у меня сегодня встало, тот видос я и делаю. Потому что, как я уже сказал, мне это действительно нравится. Как вообще отличить то дело, которое тебе действительно нравится, от любых других? Если дело тебе действительно нравится, тебя начинает злить и раздражать абсолютно все, что тебе не дает заниматься этим делом. Скорее всего, в твоем случае это компьютерные игрушки, и тебя бесит все, что не дает тебе играть, выигрываться луны днями, например. В моем случае меня раздражает все, что мне мешает делать видосы для Ютуба. Например, когда за окном дождь, то он барабанит, сука, по подоконнику и мешает мне писать звук. Хотя я на самом деле дождь люблю, но в такие моменты он меня просто бесит. Все те проблемы там, не знаю, бытового плана, когда нужно окна помыть вместо того, чтобы делать видосы, все это меня раздражает. То есть раздражение от всего того, что тебе мешает заниматься каким-то делом, верный признак, что это дело тебе на самом деле нравится, хотя ты, может быть, даже и не подозреваешь об этом. Другой способ проверить, что дело тебе действительно нравится, это можешь ли ты представить себя, не знаю, через 10 лет занимающимся этим же делом. Я, например, могу. И более того, допустим, воображение того, что что бы ни случилось, я все равно буду продолжать пилить видосы, дает наоборот какое-то ощущение уверенности, сука, в завтрашнем дне. Потому что людям нужна постоянность, им нужны какие-то рельсы, по которым можно проехать сквозь жизненные невзгоды. То есть хоть что-то должно быть постоянным. И я был бы одним из самых счастливых людей, если бы еще с Ютуба можно было безбедно жить. Я прям сейчас вот чувствую вупли, какие нахуй безбедно жить, пиздуй на завод, потому что Ютуб это не настоящая работа. Оглянись вокруг, сука. Мир изменился, причем меняется он прямо на твоих глазах. У правительств есть официальный твиттер. Новости, кстати, в твиттере быстрее появляются, чем в новостных лентах телетайпов. Интернет позволил всяким зажопинском выйти на мировой рынок. Всякие странные товары теперь можно производить и продавать по интернету, они начали вдруг пользоваться популярностью и дают возможность продолжать жить в Заупинске и делать какую-то хуйню, нормально зарабатывать. Задроты типа того самого Цукерберга или Дурова встречаются с президентами. Тупых кривляк из русского топа Ютуба приглашают выступать в Думу. Это о чем говорит? Интернет и блогеры производят такой же востребованный продукт. То, что он неосезаем и неисчисляем совершенно не говорит о том, что это не настоящий продукт. Мы просто вошли в информационный век, где информация, а не только куски железа или там сбитые палки, стала иметь ценность сама по себе. Ну, конечно, блогеры выпускают качественный продукт с разной степенью успешности. Я не знаю, тут, видимо, дело в везении. Ну, реально, все блогеры, по крайней мере, более-менее популярные, рвут жопу. Да, никто не говорит, что делать видосы это такая же сложная работа, как в жопе мира в шахте уголь добывать. Это чисто в физическом плане и в плане здоровья, наверное. Но в психологическом плане это достаточно тяжелая работа, потому что блогер обязан постоянно развлекать свою аудиторию. Я тоже поначалу думал, что выпущу 300 видосов об ошибках, которые будут постоянно популярны, и мне больше ничего не нужно делать. Хуй там. Видосов у меня уже 3,5 тысячи, я продолжаю их делать. А у блогеров, которые ни о чем вот каждую неделю выпускают видосы, ситуация еще сложнее. И это хорошо видно на тех каналах, которым однажды удалось сделать видео, которое стало вирусным, может быть, даже случайно. Но потом они как-то сгинули, их больше никто не смотрит, таких каналов масса. Это говорит о том, что сделать одно качественное видео и все недостаточно. Нужно постоянно делать все новые и новые видео, и хотя бы держать планку на том же качественном уровне. Но учитывая, что работают все с одинаковым упорством, зарабатывают они при этом совершенно по-разному. Я думаю, здесь дело все-таки в везении. У меня вообще случился какой-то ступор. Как я уже сказал, в день у меня примерно от 70 до 110 тысяч просмотров, и в таком состоянии канал пребывает уже не первый год. То есть количество просмотров не растет, но и не падает. Это учитывая, что новые видео я иногда заливаю по несколько раз в день, и за эти годы количество видосов на канале возросло, я не знаю, в два-три раза, но количество просмотров застыло на этом ебучем плато. То же самое можно сказать и о деньгах, которые я получаю от рекламы, которая идет через партнерскую сеть YouTube. Как я уже сказал, я не делаю, по крайней мере, пока рекламу внутри роликов, хотя ко мне иногда обращаются со всякими в основном лохотронами. Если я вдруг начну это делать, то я буду это как-то явно обозначать, что это там, не знаю, спонсор или там еще что-то. То есть можно будет понять, что это не мои мысли, а тех задания от рекламодателя, которые я выполняю. Соответственно, и доходы мои от YouTube тоже застряли вот уже в течение многих лет. Они примерно на одном и том же уровне. Если бы к тому, что я сейчас получаю от партнерки YouTube, добавить еще пять раз постолько же, то я, может быть, рассмотрел бы возможность уйти с работы и заниматься только YouTube. Но пока у меня не хватает яиц, уволиться ради того, чтобы делать видосы. Это для меня большой риск. Если кто-то считает, что YouTube это тоже большой риск, то ты опять-таки идиот и не видишь, что мир вокруг тебя меняется. С настоящей работы на том же самом заводе тебя точно так же уволят в одночасье, как на YouTube могут выпилить твой канал или прикрыть монетизацию. Я знаю, о чем говорю, к текущему моменту меня увольняли два раза. Не знаю, может быть, я не до конца выкладываюсь или не сильно стараюсь или бешу всех многотематическими видосами в разнобой, но у меня пока не получается жить с трубы, но я бы очень хотел жить с YouTube или любой другой деятельности, которую вот можно вести, не знаю, там с Twitch или с блогинга или еще с чего-нибудь. Короче, с блогерской деятельности. Потому что это реально круто изменило бы мою жизнь и жизнь моей семьи. И, честно говоря, для меня, пожалуй, единственный реальный шанс что-то круто изменить, это взлететь на YouTube или еще где-то. Другого способа выскочить из вот этих обывательских тисков, в которых я сейчас нахожусь, я не вижу. Да понятно, что на полезных видео вряд ли получится взлететь так, что это круто изменит мою жизнь, потому что широким каловым массам нужна жесть, сиськи и котики и скандалы с хайпом. Но тем не менее, у меня есть видосы об ошибках, где куча просмотров, лайков и благодарных комментариев. Что же касается покупки рекламы у других блогеров, то это все как-то не алло. Я ж пробовал. Во-первых, тяжело подобрать блог аналогичный моему, потому что у большинства все-таки есть хоть какая-то ниша, а у меня полный разнобой. Но не будешь же видосики про ошибки пиарить. А самое главное, все эти перейдите, подпишитесь тупо не работают. Не перейдут и не подпишутся. Ты тупо выкидываешь деньги, покормив чужого блогера. Еще я, наверное, все-таки поздно начал, об этом я уже тоже сказал. Я поздно понял, что нужно становиться незаменимым. И обязательно нужно не забывать расти и менять свои интересы. Потому что в 2000-х, например, всеми рулили именно блогеры. И как правило в живом журнале либо на стендалонах. В эти блоги народ еще из фидонета перекочевал. Это было вроде недавно, на наших глазах случилось, но сейчас, ну по крайней мере на ютубе, рулит первое поколение родившееся уже при интернете. То есть детство большинства ютуберов из русскоязычного по крайней мере топа пришлось на 2000-е. То есть у них сразу уже, как только они научились говорить, был уже интернет с соцсетями. Они не помнили совка. Им не затыкали в детстве рот. И даже практически не лупили, мне кажется. Не было вот этого помолчи. Не шуми. Не лезь. Будь скромным. Их родители не краснеют, когда их ребенок начинает выступать на публику, как краснел тогда мой дед в метро. Современные 20-летние люди как раз из того поколения, которых не затыкали. Не говорили посиди тихо, посиди тихонько, не высовывайся. Может быть именно поэтому они сейчас доминируют на ютубе. И может быть именно поэтому, а может еще почему, но я не умею в стримы. Ну в смысле я не могу как тот чукча, что вижу, о том и пою. Мне нужен какой-то ну хотя бы лейтмотив, беседы. А это вот новое поколение стримеров и видеоблогеров могут безудержно болтать и постоянно кривляться. Потому что в 2000-м уже никто не давал своим детям за это по заднице. Хотя я в принципе особо и не верю в воспитание, но тем не менее я считаю, что воспитание может либо укрепить какой-то талант, либо наоборот загнать его в ящик. И сейчас мой канал находится на каком-то ебучем плато, которое я никак не могу преодолеть. У меня не растут просмотры. Они зафиксировались вот на том уровне порядка 100 тысяч просмотров в день. Да, это неплохо, но роста нет. То же самое происходит с моими доходами от Ютуба, то есть от той рекламы, которую Ютуб сам показывает в моих роликах и делится со мной доходами. Этот заработок тоже заморозился на одном уровне и не двигается ни вверх, ни вниз. Еще раз говорю, если бы он был в 6 раз больше, то я бы ушел с работы и хуячил бы только видосы для Ютуба. И это были бы охуенные видосы, потому что я свою работу ненавижу и ненавижу всех уебков, с которыми мне приходится общаться по этой работе. Я каждый ебаный день заставляю себя туда ехать и что-то там, блядь, деливерить. А видосики мне пилить нравится. Я волен сам выбирать тему и стиль изложения и каждый раз узнавать что-то новое или просто, я не знаю, ржать и троллить всех в этом видосе. Но мне это нравится. И я бы очень хотел с этого жить. Тут я прям сразу слышу вопли, ну, блядь, Изи, раз тебе нравится, нахуя тебе за это деньги-то, ну, делай, кто тебе не дает, ходи на работу и делай. Ну, во-первых, как я уже сказал, работа меня высасывает. Прежде всего психологически. Если утром я просыпаюсь и думаю, вот я бы сейчас с удовольствием запилил какой-нибудь длинный видосик в разговорном стиле. Но когда я приезжаю после работы, а работаю я примерно по 10-11 часов, это не 8 и не 9 часов, каждый ебаный день 5 дней в неделю, я абсолютно высосан, у меня уже не хватает сил на умные видосы, я могу только вот эти вот решения проблем делать, но видосы-то я делать хочу, поэтому уж лучше я буду делать коротенькие видосы с решением проблем, чем один и тот же видос готовить блять, неделями в надежде, что это будет шедевр. Но это полбеды, самое главное это основная психологическая проблема нашего общества. и у меня такое ощущение, что она связана с тем, что корень слова работа это раб. То есть в обществе царят какие-то плебейские нормы, согласно которым работа это всегда что-то неприятное. Как же это так? Он мало того, что занимается непыльным, как многие считают блогинг-делом, так еще и деньги за это получают. Как это ему нравится это? Это что его хобби? Хобби не должно приносить прибыль, а работа должна быть ненавистной или хотя бы вызывать страдания. И только тогда ты заслуженно получаешь оплату. Пострадал на работе и в качестве компенсации тебе заплатили. Вообще весь вот этот мазохизм, то есть вознаграждение за страдания характерен для религии рабов, то есть христианства. То есть такое ощущение, что блогер ни в коем случае не должен зарабатывать на своем контенте, потому что это от чего-то сразу делает его зашкварным и продавшимся. Ну, например, взять эту ебучую партнерку Letyshops. Я иногда ее пиарю, чем мне в комментах проели все мозги, что я продался. Вот моя переписка с представителем компании Letyshops, который приглашает меня, подчеркну, в реферальную программу. Мне Letyshops за их рекламу не заплатил ни единого рубля. Я что-то получаю только за регистрацию, либо за оплату через их сервис. То есть когда ты что-то купил с кэшбэком через Letyshops, при этом будучи моим рефералом, мне может быть когда-нибудь что-нибудь капнет, но капает там полная хуйня. И с другой партнеркой EPN все то же самое. То есть для того, чтобы я что-то получил, ты не только должен там зарегистрироваться по моей ссылке, но еще и пользоваться их сервисом, то есть покупать на Алиэкспрессе и в других магазинах, где они предоставляют кэшбэк. Вот и все. Мне никто ни за что не платит, и я не понимаю, как при этом можно продаться за бесплатно, что ли. Еще раз, до текущего момента никакой рекламы я никому в своих видео не продавал. Единственное, что у меня есть, это реферальные ссылки различных систем, которые я, как правило, нахожу сам и просто делаю о них видео. И второй случай, мне иногда бесплатно присылают на обзоры какие-то устройства. Все. То есть, в случае с кэшбэком жадность рекламщиков достигла своего апогея. Если в обычной интернет-рекламе как правило платят за клики, то есть пользователь кликнул по рекламе и перешел на какой-то сайт, а дальше хоть трава не расти, купил он что-то на этом сайте, не купил, никого не ебет, блогер получает деньги за рекламу. В случае же с кэшбэком пользователь должен превратиться в клиента, совершившего покупку. Понятное дело, что таких еще меньше, чем тех, кто кликнул по рекламе и перешел на сайт. То есть, все вот эти клики, переходы, все эти кэшбэки работают только у крупных блогеров, которые могут за счет большого количества просмотров при том же в общем-то процентном соотношении получить большее количество кликов и переходов. И также, наверное, работает у нишевых блогеров, которые могут обеспечить постоянное потреблядство своих подписчиков. Но это прежде всего бьюти-блогерши, а также блогеры из качалочки, ну и, наверное, автоблогеры. Хотя, мне кажется, автоблогеров частенько смотрят нищеброды, которые никакое вообще авто себе позволить не могут. Ну и опять-таки, типа, блогинг это не место для зарабатывания денег. Пиздуй на настоящую работу, например, на завод. И такое подхихикывание, которым, видимо, пытаются скрыть вот эту вот досаду от того, что кто-то может заниматься любимым делом и при этом получать за это деньги. А ты вынужден на своем заводе горбатиться или хуй сосать. Кстати говоря, а почему это вдруг блогер не сможет на заводе? Если пьяный Петрович вполне себе льет железо, варит трубы или ловит сотку на станке, тем более, что сейчас многие станки с ЧПУ, то есть с числопрограммным управлением. Я не говорю, что везде есть у нас допотопные еще заводы, но тем не менее современных станков тоже много, выглядят они совершенно космически и для своей эксплуатации требуют скорее навыков программирования и общения с компуктерами, с чем у блогеров-то как раз, как правило, проблем-то и нет, если они смогли разобраться с программами для стриминга, для обработки видео и так далее. Я думаю, с ЧПУ они тоже разберутся. Кстати, если раньше кандидаты в президенты ездили навстречу со всякими нефтянниками, горняками и прочими работягами, то президент Обама стал первым президентом, которого, по мнению аналитиков, выбрали именно за счет его активности в соцсетях. То есть его предвыборная рекламная кампания была нацелена не на телевизор, как это было раньше, а именно на соцсети. А президента мы его выбрали больше 10 лет назад уже. Интернет это уже мейнстрим. А вот отличие блогера от слесаря завода в том, что слесарь знает, сколько он в конце месяца получит. Даже если у него сдельная работа, там, как правило, все равно можно предсказать, сколько ты примерно деталей сделаешь, потому что тебе эти KPI, как сейчас модно, поставили еще в начале месяца. А вот блогер при создании своего контента понятия не имеет, сколько он получит и получит ли вообще. Такой термин непризнанный гений слыхал когда-нибудь? Или писатель опередил свое время. Это означает то, что при жизни своей писатель выпустил какую-то книжку, которую никто не понял, он на ней нихуя не заработал, потом помер и через какое-то время человечество наконец развелось до того состояния, когда смогло понять его труд уже после его жизни. Ну, конечно, вряд ли можно многих блогеров считать непризнанными гениями, но тем не менее. Не, конечно, есть авторы, у которых есть зарплата плюс премия с продаж. Ну, например, рекорд лейблы с раскручивающимся или уже раскрутившимся артистам могут заключить такой контракт. Ну, или в исключительных случаях с автором книг. То есть иногда писатель получает гонорар в любом случае, даже если книга окажется провальной. А вот художникам, например, не повезло. Но все-таки в большинстве случаев автор вообще не знает, принесет ли его произведение хоть какие-то деньги, станет ли оно шедевром, или это пук в лужу. То есть если бы автор, в данном случае блогер, работал по принципу слесаря Петровича с завода, куда ты так хочешь блогера отправить, то он бы устанавливал цену. Вот это блять видео должно заработать миллион. И дайте мне миллион, и видео будет бесплатно, и в нем не будет никакой рекламы, и так далее. Но этого же не происходит, контент у нас, как правило, бесплатный. То есть просмотр контента по сути бесплатный, а вот создание контента нихуя не бесплатное, блять. Я в интернете где-то примерно с 96-го года. Тогда это было очень дорогое удовольствие, и у тебя была повременная оплата, то есть чем ты дольше сидишь в интернете, тем больше денег списывают со счета. И уже тогда проводились опросы, типа как вы относитесь к платному контенту в интернете. И один из вариантов ответа был в том, что я и так за интернет плачу, холи я еще буду за контент платить. В принципе за 20 лет с 96-го года нихуя не изменилось. То есть доступ к контенту в интернете по-прежнему бесплатный, он даже стал еще более бесплатный, чем раньше, потому что раньше порно-сайты часто были платные. А вот создание этого контента нихуя не бесплатное. На создание контента, ну видеоролика например, тратятся ресурсы, которые вполне можно выразить в деньгах. Разумеется, тут все зависит от формата и тематики видео, но тем не менее. Это могут быть например прямые расходы, то есть билеты и гостиница, если это блок о путешествиях. Или в случае обзора например, покупка предмета этого самого обзора. Конечно, если мы не говорим о блогах проплаченных обзорщиков, где технику предоставляют бесплатно. Кстати, имея в виду, что крупные бренды практически никогда не высылают технику на обзор, по крайней мере, блогерам. И даже когда они ее предоставляют во вполне себе официальные печатные издания, они ее предоставляют просто для обзора, а потом забирают. Рядовому ютуберскому блогеру получить технику от какого-нибудь именитого бренда на обзор практически нереально. То есть то, что ты видишь в обзоре, как правило, либо куплено за свои деньги, либо взято у кого-то в долг чисто для обзора. Ну, в общем, вариантов может быть масса, но это не халявный предмет на обзор. Ну, я именую, конечно, когда речь идет о планшетах, ноутбуках, там, дорогих телефонах и так далее. Помимо вот этих прямых расходов могут еще быть непрямые расходы. Ты весь день монтировал видео вместо того, чтобы побыть семьей, например, или всю ночь просидел, делая видео, вместо того, чтобы, скажем, в это время спать, что неминуемо испортит здоровье и в будущем придется тратиться на врачей и лекарства. Кроме этого, в любом случае есть расходы на интернет и электричество. Ну, и, конечно же, нужен как минимум компьютер. Ну, тут ты можешь сказать, ну, бля, комп же и так нужен. Ну, нужен-то он, нужен, но ты, вот, положа руку на сердце, можешь сказать, что у тебя без пизды мощный комп? Скорее всего, не можешь. А вот для рендеринга видео с более-менее приемлемой скоростью и уж тем более для стримов, когда ты играешь в мощную игру и одновременно ее стримишь, нужен приличный комп. То есть, если бы ты не был блогером или стримером, ты мог бы ограничиться более дешевым компьютером и при этом получить то же качество игры, например. Конечно же, еще есть расходы на съемку, тут тоже все не дешево, ютуберы снимают, как правило, не на видеокамеру, а на зеркальный фотоаппарат, почему-то вот на ютубе так пошло. Зеркалка, как минимум два объектива, три фонаря и штативы обойдутся минимум в тысячу долларов. Разумеется, если мы говорим о приличном качестве видео. Но кроме видео есть еще звук. Самый минимум, что нужно для более-менее качественного звука, это конденсаторный USB-микрофон. Обойдется он минимум долларов в сто. Те, которые есть за 50, тебя не устроят, потому что они шумят. Если же говорить о более удобном исполнении, когда звуковая карта отдельно, микрофон отдельно, то тут сумму уже можно удвоить. То есть нужно как минимум 200 долларов и все это оборудование будет все равно начального уровня или какой-нибудь продвинутый Китай. И оно будет эпизодически выходить из строя, как это например случилось с моей звуковой картой не так давно и она почти месяц пробыла в ремонте. Если же ориентироваться на серьезные профессиональные бренды, то там микрофоны только начинаются от 500 долларов, начинаются от 500 долларов и это не предел. Профессиональные звуковые интерфейсы тоже начинаются от 500 долларов и дороже. Ну и конечно же для обработки видео нужен софт. Мы все привыкли его пиздить. Но ведь от этого он не становится бесплатным. Если делать все по чесноку, то софт для видеомонтажа стоит огромных денег сам по себе и для более-менее выделяющегося на фоне массы монтажа нужны еще платные же плагины. Тут к сожалению я сам грешен и я уже говорил, что у меня на компе всего наверное пара ворованных программ и обе связаны с видео. Это видеоконвертер Total видеоконвертер и видеоредактор Magix Vegas. Причем я когда начинал пилить видосы сразу хотел использовать бесплатное ПО. Но тогда все оно было парашей. Напомню, что я делаю видео уже пять ебаных лет. Вот за эти пять долгих лет толковый бесплатный видеософт таки появился. Но тут возникает проблема привычки. Ну привык я к своему редактору и переучиваться неохота. Мне эпизодически посещают идеи перейти с Magix Vegas на премьер. Не потому что премьер там чем-то лучше, а потому что премьер это все-таки индустриальный стандарт. И скорее всего, когда речь заходит о вакансии, например, где нужно редактировать видео, то там скорее всего будет либо премьер, либо маковский Final Cut. Vegas вряд ли там будет указан. Но тем не менее, переучиваться мне неохота. И поскольку Vegas существует давно и очень популярен, то у него не возникает проблем с поиском гайдов по практически любой задаче, либо плагинов и фильтров для выполнения всего на свете. Но тем не менее, я уже говорил в том видео, повторюсь, мне не нравится, что я ворую этот софт. Я вот просто ставлю себя на место производителя софта. Я не хочу, чтобы у меня что-то воровали, и точно так же я не хочу красть у других. Ну например, видосики мои воруют с завидной регулярностью. Раз в неделю я точно сношу копирайтом какой-нибудь перезалив. Но пока я психологически не готов заплатить за редактор, потому что он дорогой, а его функционал я использую процентов на 5 максимум. Ну нет у меня супер охуенного монтажа. Но тем не менее софт для создания видосов и плагины обойдутся еще примерно в тысячу долларов. Это все капитальные затраты. Ну то есть ты один раз платишь и юзаешь пока не сломаешь или не устареет. Но есть еще операционные затраты. Например, сайт. Хостинг и домен. Чтобы окупить сайт, нужно показывать примерно 500 рекламных объявлений в день. Каждый день должны заходить как минимум 500 пользователей, у которых не установлен блокировщик рекламы. Еще раз говорю, не заработать на сайте, а вообще окупить даже эти копейки, которые стоят хостинг и домен. Но сайт есть не у всех. Если у тебя есть только канал на ютубе или ты стример, то тут нужен интернет, причем желательно с минимальными задержками. То есть придется вложиться в качественный роутер и подключиться к нормальному провайдеру на тариф с хорошей скоростью аплоуда. Тут опять-таки возможны варианты, но думаю минимум 350 рублей придется отдать за скорость аплоуда примерно в 50 мегабит. Многие провайдеры еще дают косую скорость, то входящая намного выше исходящей, потому что интернет нацелен на потребителей контента, а ты его создавать собрался, поэтому нужен не даунлоуд, а аплоуд. Ну и помимо всего этого на разработку контента уходит самый главный ресурс и этот ресурс невосполним. Ресурс этот называется время. Даже если у тебя дохуя свободного времени, это не значит, что оно бесплатно. На текущем уровне развития технологий мы все еще смертны. И поэтому постоянно стоим перед выбором поучиться или отдохнуть, позаниматься спортом или почитать, поиграть в игрушечку для дебилов или запилить видос для ютуба. те кто был на моих ранних стримах, где я в реальном времени пилю видосы, знают, что самый примитивный видос, где одни скриншоты и озвучка, которые не требуют никаких съемок и особого монтажа, так вот, производство одной минуты такого видоса занимает минимум 40 минут времени, то есть в 40 раз больше. Соответственно, видос длительностью 20 минут можно подготавливать целый день. А если при этом еще какие-то съемки нужны, то еще дольше. То есть твое свободное время не бесплатно. Ты просто не нашел способ его монетизировать и дико агришься с тех, кто его нашел и монетизировал свое хобби. А каким образом может монетизировать свое творчество рядовой блогер, если он распространяет его бесплатно? Разумеется, с помощью рекламы. Первую рекламу в интернете я увидел все в том же 95-м или 96-м году, когда первый раз зашел в интернет. И он уже тогда был обосран объявлениями почему-то рекламирующих лотерею грин-карт, где можно типа выиграть американское гражданство. рекламировались услуги по заполнению документов для участия в этой лотерее. Так вот, с тех пор особо ничего не изменилось и единственный способ монетизировать контент это размещение объявлений. Но если говорить о ютубе, это, конечно же, прежде всего реклама от партнерки гугловской системы AdSense, к которой ты можешь подключиться напрямую, как я это рекомендую сделать, либо подключиться через медиасеть, которая будет еще откусывать свой процент, ничего не давая взамен. Я об этом уже много раз рассказывал. Платят там очень скудно, очень редко платят за именно просмотры рекламы, как правило, платят только за клики. Я развел длинную дискуссию с одним представителем как раз такой вот партнерской сети, которая паразитирует на партнерке ютуба и молодыми блогерами, являясь посредниками между ними, нихуя не делая, лишь беря свой процент, в конце концов, этот человек таки слился. Так вот, прелесть этой рекламы от партнерской сети заключается в том, что я, как блогер, понятия не имею, что там рекламируется. Потому что реклама, которая тебе показывается, может отличаться от той, которая показывается мне. И, как правило, она отличается, потому что объявления там базируются на географическом положении, кукисах, истории и еще целые кучи всякой информации, которую гуглу удалось о тебе собрать. То есть, реклама там персонифицирована. Но это даже не основной ее плюс. Основная прелесть рекламы в ютубе, она позволяет мне, как автору, оставаться независимым. Потому что я не знаю, что там под роликом рекламируется. Я, конечно, могу попробовать каким-то образом изменить теги в видео или еще какие-то там провести пассы, чтобы, например, привлекать более дорогую рекламу. Ну, например, связанную с медициной. И именно вот эту рекламу ты блочишь отблоком. Мне кажется, есть три основных причины, по которым люди блокируют рекламу. Первая это из-за того, что реклама очень навязчивая. Это, опять-таки, было еще в том самом девяносто пятом или девяносто шестом году, когда я первый раз попал в интернет, уже тогда были попапы, все вот эти выскакивающие ссылки, музыка, которая начинала играть на сайте и так далее. Все это было в вырвиглазных цветов и в огромном количестве. Я согласен, что реклама может раздражать, но мне кажется, на том же ютубе она достаточно нормирована и особо никого не выбешивает. Вторая причина, по которой люди блокируют рекламу, это то, что она им не интересна. То есть, есть такая категория людей, которые в принципе никогда не нажимают на рекламу. Особенно этим знаменит сайт реддит. Ну, впрочем, о реддите я скажу чуть попозже. Ну, и третья группа людей блокируют рекламу, потому что они не доверяют рекламе. Ну, то есть, распространенные, да блять, а меня тут вообще наебать пытаются, впаривают всякую хуйню. Я не спорю, что бывает масса говна. Но меня раздражает утверждение о том, что хороший товар в рекламе не нуждается. Это что, получается, дорогие машины не надо рекламировать? Ведь и так, понятно, что все дорогие машины качественные. Нет, не всем понятно. Существует реклама дорогих машин и даже существует реклама элитных автомобилей. Просто элита не смотрит ящик, в который лупится основная масса быдла. О любом бренде нужно периодически что-то напоминать потребителям. Причем, забавный момент, те же самые люди, которые орут, что хороший продукт рекламить не надо, с упоением ведут холивары, почему один товар лучше другого. Ну там, телефон, операционка, марка автомобилей или компьютерная игра. Об этом всем спорят те же самые люди, которые рекламу типа ненавидят. Это все опять-таки пережиток совка атомной тенью впечатавшейся в сознание. В Советском Союзе был вакуум и острая нехватка брендов. Разные заводы выпускали одни и те же одинаковые товары. Ну, например, те же колонки С-90 выпускались разными заводами. И забавно, что уже тогда развертывались нехилые холивары, одинаковые колонки сборки которого завода лучше. В здоровой же конкуренции, чтобы среди информационного шлака выделить крупицы годной информации, подчеркиваю, в здоровой конкуренции, потому что очень часто ставят в пример США, но США не являются примером здоровой конкуренции, потому что там существует такая вещь, как лоббирование, то есть, по сути, узаконенное взяточничество, то есть, когда широко используется административный ресурс и так далее, для того, чтобы продвигать какой-то бренд, там, фирму или еще какие-то решения. Так вот, в здоровой конкуренции нужно что есть мочи орать, что именно твой товар лучше. И чем лучше твой товар, тем неистовее его надо рекламировать. И даже шлак нужно рекламировать, потому что шлак тоже конкурирует, но не с топом, а с точно таким же шлаком. Зайди в любой продуктовый магазин и увидишь в одной ценовой категории еду разных марок. Какая-то ведь из них лучше, чем остальные в этом же сегменте. Кстати, все не знал, где об этом сказать. Вы, кстати, заметили, что плитки шоколада 100 грамм стали весить 90 грамм, а 200-граммовая пачка масла стала весить 180 грамм, а молоко у нас теперь не по литру, а по 930 грамм. А сколько не доливают шампуня или моющего средства в те же самые емкости. И даже килограммовая буханка хлеба теперь меньше килограмма. Но при этом цены на все эти продукты все равно выросли. Знаешь, что это такое? Это стабильность, детка. Так вот, за счет этого самого аранья удается перескочить из шлака в топ. Ну, например, китайские фирмочки, которые еще каких-то лет 10-15 назад делали смартфончики, на которые именитые бренды клеили свой дорогостоящий шильдик. Через некоторое время послали нахуй эти самые мировые бренды и сами стали брендом А-класса. Например, фирма HTC. Она начинала с ОИМ-поставок для других брендов популярных на тот момент. И теперь, где у нас HTC? Вот она, сила лютого маркетинга. Ну и кроме того, стоимость рекламы в интернете в принципе низкая, а на ютубе она просто ничтожна. А использование от блока делает эту стоимость еще меньше. Потому что от блоки загружают рекламный контент, а потом просто блокируют его, не отображают. Но с точки зрения рекламных площадок это выглядит так, что раз юзер не кликнул, значит его эта реклама не заинтересовала, значит этот конкретный блогер это неэффективная рекламная площадка и достоин лишь самых шлаковых объявлений. А юзер блять даже не видел эту рекламу, потому что у него блокировщик рекламы стоит. То есть реальная конверсия 1-2% от просмотров. И мне кажется должен случиться какой-то прорыв в деле видеорекламы в интернете. Ну например блогер будет внутри ролика оставлять какие-то зеленые предметы или квадраты, а рекламная платформа будет с помощью хромакия прямо на место этой зеленки вставлять рекламу. Название бренда например или изображение продукта или слоган какой-нибудь и менять этот продукт плейсмент на новый когда у предыдущего рекламодателя бюджет закончится. Причем такая технология уже есть. По крайней мере одна конторка рекламирует свои услуги. При трансляции старых фильмов по телевизору они меняют присутствующие в фильме бренды на современные которые заплатили телеканалу сейчас во время повторного показа старого фильма. Я знаю что ты никогда не отключишь блокировщик рекламы и что с отблоком в принципе практически ничего не поделать кроме как выпускать вместо сайтов приложения где рекламу отключить сложнее но все же можно. Может быть это конечно хорошо с точки зрения рекламодателя потому что те кто пользуются отблоком все равно по рекламе не кликнут и таким образом те кому реклама показывается будет вроде как эффективнее но тем не менее все это уменьшает количество денег которые могли бы попасть блогеру ну а блогеру то что делать ему нужно на что-то создавать новый контент ну конечно первое что приходит на ум это встраивание рекламы в сам ролик то есть когда реклама является частью ролика и такую конечно заблокировать практически невозможно ну то есть внутри ролика тебе говорят что спонсор ролика это тот-то и тот-то и что-то там о нем рассказывают это ведь раздражает раздражает ты при этом считаешь что блогер зашкварился считаешь дык так выглядит интернет который ты заслужил поставив отблок это ты своим блокировщиком рекламы из независимого блогера который жил за счет рекламы которое показывается в его видео о которой он даже не знает что именно там показывается ты его сделал зависимым от рекламодателей и он теперь вынужден лизать им жопу чтобы они продолжали с ним работать сказывается ли это на качестве контента как правило да скорее всего такой блогер не будет ничего плохого говорить о товарах или продуктах этого рекламодателя чтобы те не разорвали с ним рекламные отношения то есть ты поставив отблок сделал блогера зависимым и теперь он может быть не до конца честен в своем контенте ты заслужил такой интернет а ты продолжай продолжай лишать блогера возможности зарабатывать на собственном труде монетизируя контент с помощью рекламы и вскоре сам его контент станет рекламой то есть весь ролик будет сплошной продакт плейсмент эдакий бесконечный магазин на диване без единого негативного замечания зато без назойливой рекламы да вот ведь будет заебись кстати если тебя уж так сильно бесит реклама купи тогда подписку на трубе ее отключающую из денег которые ты платишь за подписку ютуб частично делится с авторами но ты привык к халяве ничего покупать не собираешься даже если вдруг у тебя есть деньги но если отбросить проплаченную рекламу внутри ролика до которой еще кстати говорят дослужиться надо потому что нужно сначала раскрутиться чтобы к тебе пришли рекламодатели а не наоборот не это конечно заебись когда тебе заплатили деньги за то что ты в ролик вставил какую-то рекламу но лично мне эта бизнес модель кажется не очень удачной потому что тебе нужно продолжать выпускать ролики и продолжать искать рекламодателей которые готовы дать тебе задание на рекламу которую ты вставишь в свой ролик то есть это самая обычная сука работа чтобы продолжать получать деньги тебе нужно продолжать пилить видосы что же касается рекламы от гугла которая вставляется в видео то здесь возможен вариант если ты вдруг снял не тленочку сука которая будет актуальна еще много 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 лет ты будешь продолжать получать деньги в отличие от того разового платежа от рекламодателя рекламу которого ты сам вставил в свой ролик то есть стремиться то хочется к варианту с песнями например ну какую-нибудь взять группу иглз которая уже лет 30 поет свой хотел калифорния или еще лучше льва лещенко или кобзона которые в общем-то только одну песню поют вот уже много 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 лет и попробуй сука не спой эту песню тебя твои же фанаты сожрут с говном вот например все музыкальное развитие группы металлика можно было совершенно спокойно прекратить в 1985 году когда был записан альбом мастер оф папец все что было после оказалось никому не нужно фанаты были бы довольны если бы металлика продолжала выпускать мастер оф папец 2 мастер оф папец 3 мастер папец 4 и так далее абсолютно не развиваясь в своем музыкальном стиле вот к этому хочется стремиться чтобы годами делать одно и то же говно а еще лучше записать один и тот же видос который будет все время приносить тебе бабло вот это заебись блять бизнес модель так вот мы отбросили отблок и отбросили рекламу внутри ролика и получается что сферический блогер в вакууме нихуя не получает за свои высеры в момент создания ведь время у видеоблогера ограничено в сутках есть только 24 часа и вместо того чтобы эти часы тратить скажем на работу которая приносит деньги он тратит его на создание контента бывают конечно исключения которые работают на обычной работе а заработанное тратят на создание видосов о какой-либо окупаемости вообще речь не идет но ведь создание контента стоит денег и что если ты все таки хочешь хотя бы частично окупить свои затраты и хлопоты так вот отбросив эти две статьи у нас в общем-то остается только одна это всякие разные рефералки причем если от рекламы партнерки и спонсоров блогер еще что-то может зарабатывает то здесь в случае с рефералками все очень грустно конверсия составляет 1-2 процента от просмотров то есть если из 100 тысяч настоящих зрителей видео хотя бы тысяча зарегается по ссылке это уже успех кажется заебись но это ты просто видосы никогда не делал большинство видосов не переваливает за 300 просмотров а 100 тысяч просмотров на каждом видосе регулярно набирать это надо уже нехуевое имя иметь на ютубе и возможно у тебя и так уже к этому моменту появятся спонсоры а на создание имени на ютубе надо блять работать годами конкурируя с такими же как ты потому что на ютубе уже давно стало плотненько то есть получается что сферический блогер в вакууме нихуя не получает за свои высеры в момент их создания и о каких-то доходах можно говорить только если вдруг этот высер станет популярным если считать различные партнерские программы по продаже то есть affiliate программ разновидностью рефералки да и на них тоже очень тяжело заработать по крайней мере в русскоязычном сегменте потому что у нас нищеброды сука одни я не спорю что наверное какой-нибудь популярный англоязычный канал о косметике например или о спортивном питании может достаточно прилично зарабатывать если под видео будет публиковать аффилиатную ссылку того товара о котором идет видео то есть когда зритель кликает по этой ссылке переходит в магазин и совершает там какую-то покупку то автору ролика разместившего ссылку идет с этой покупки какой-то процент но даже здесь ну вот например ты как зритель не будешь же каждую неделю с выходом нового видео твоего пусть даже самого любимого видеоблогера покупать очередную тушь или банку спортпита которую он в этом видео пиарит потому что он каждую неделю их пиарит в русскоязычном сегменте аффилиатные продажи не работают вообще потому что у нас в принципе не особо развита торговля по почте ну и как-то платежеспособность среднестатистического зрителя русскоязычного ютуба составляет ноль потому что это школьники но ведь тебя и аффилиатные ссылки будут бесить потому что блять тебе же типа фуфло впаривают привыкай это тот интернет который ты создал установив отблок наслаждайся причем даже несмотря на наличие отблока эту самую рекламу на ютубе постоянно пытаются как-то ухудшить только за этот год было уже два случая когда доходы блогеров на ютубе от рекламы через adsense упали самое забавное что параллельно с падением доходов от рекламы у многих топ-блогеров резко упали просмотры по той простой причине что они тупо перестали их накручивать потому что накрутка это дорогое удовольствие и тупо видимо стало невыгодно когда ты на накрутку тратишь больше чем получаешь от рекламы некоторые с большими расходами на создание роликов вообще перестали выпускать видео то есть вот та первая проблема с рекламой на ютубе в каком-то смысле почистила авгиевые конюшни ушли те кто блять сука не блогер в душе то есть реклама adsense это как лакмусовая бумажка ее наличие или отсутствие помогает определить настоящий перед тобой блогер или нет сейчас идет вторая волна этой проблемы ютуб создал какой-то идиотский алгоритм который на все ролики вешает ограничения по брендам якобы это видео может не подходить для рекламы определенных брендов у меня например таких видосов аж 12 или уже даже 13 страниц по 30 на каждой и это количество растет там есть возможность апеллировать конечно но разблочивают где-то одно видео из четырех остальные остаются в этом статусе навсегда причем для апелляции рассматривают только те ролики которые получили тысячу просмотров за последнюю неделю то есть когда этот алгоритм забанивает по сути какие-то старые ролики которые уже кто хотел посмотрел то там даже блять апелляцию подать невозможно разумеется никакой жести в этих видосах нет как правило там просто сидит человек перед камерой и говорит ну или в игрушечку играет часто даже и не матерится при этом пиздец в том что никто не знает что именно триггерит этот алгоритм потому что он срабатывает даже на видео без звука тамба и описания видимо и алгоритма никакого нет просто от балды полный рандом какие-то видео попадают в отсев а самый сука разговорчивый сайт за 90 миллиардов долларов как обычно отмалчивается получается что минетизацию обрезали как раз тем блогерам которым она больше всего нужна крупные вроде как и сами могут выходить на работодателей скажем так не все впрочем это делают например у того же носталджия критика а вгн и даже с мошей практически невозможно встретить пиар чего бы то ни было они существуют на деньги от партнерки и пожертвования а также продажи всяких майк кружек и так далее что в рашке в принципе не работает а вот для мелких блогеров партнерка это единственный способ получать хоть какие-то средства на продолжение работы над каналом вот такая вот экономика трубы то есть получается что youtube собрался вытеснять собственного ресурса мелких сушек они создали ему имя и больше не нужны ролики которые висят в этом желтом статусе подходит не всем рекламодателям никогда не получат рекламу дорогих брендов либо при просмотре этих роликов вообще не будет никакой рекламы у меня один блять вопрос чё это вдруг у нас в интернете бренды стали такими ранимыми то есть если говорить о телевизионном каком-нибудь сериале где кровь ручьем секс насилия и матерные слова через строчку но при этом этот сериал чрезвычайно популярен так бренды там сука горло друг другу рвут чтобы получить рекламное место в паузах внутри этого весьма вроде как неподходящего стилистики бренда сериала а на ютубе мы вдруг стали очень блять за свой бренд переживать лицемеры и ебаные ну или хуй с ним раз мы уже определили что на этих видосах нельзя показывать рекламу тех брендов которые опасаются за свой бренд окей мои ноги широко распахнуты для рекламы тех брендов которые не опасаются за свой бренд давайте на таких видосах показывать рекламу товаров которые для детей не предназначены например порно сайтов как же дети без порно сайтов то вообще смогут в общем короче тех товаров которые обычно на ю тубе не рекламируют давайте делать так я готов пусть на моих видосах которые будут блять забанили будет реклама каких-нибудь лохотронов мастурбаторов увеличители пениса груди и тому подобных товаров по ним кстати и кликов будет больше то что товар решает жизненные проблемы конечно же твоего маленького писюна и отсутствующих сисек размера 0 и в этой ситуации многие блогеры допустили большую ошибку они по сути пожаловались своим зрителям в надежде на понимание видимо надо было вести себя как ни в чем не бывало потому что не найдешь ты понимание среди вот этих вот зрителей они обязательно тебя обосрут по той самой простой причине что ты пытаешься зарабатывать деньги на своем хобби или хотя бы на том что тебе нравится и не противно они вынуждены въебывать на том самом опостылевшем заводе или вообще сидеть на пособии или у мамки на шее или еще что-то в этом духе не найдешь ты там понимание еще некоторый процент блогеров вообще превратился по сути в шлюх и они стали говорить что в условиях отсутствия рекламы для продолжения существования канала необходимо вносить донаты то есть по сути стали продавать себя что такое блогер который живет на донаты он уже не может быть достаточно откровенен и честен со своими подписчиками потому что он боится их обидеть если подписчикам что-то не понравится в их видео то они не будут донатить и у него блогера не будет денег для создания новых видео например то есть тем такой блогер становится зависимым от своей подписоты отношения где кто-то от кого-то зависит ужасны сами по себе они уродливы и нечестны внутри соответственно такой говноблогер скатывается до лизуна и его контент становится говном это тот интернет который ты заслужил поставив от бог и как-то это не называй краудфандингом патронажем спонсорством или донатом это все равно просто омерзительно потому что по сути приходится унижаться и просить милостыню хотя наверное это можно делать с каменным ебалом как в церкви но блогер поберушка это все равно омерзительно звезде подавать должны подобострастно и регулярно как богу ютуба ебаная реклама всех этих кэшбэков во всех видео это тоже интернет который ты заслужил тут все спрашивали как они работают работают они очень просто откуда в кэшбэке берутся деньги у магазинов есть маркетинговый бюджет на привлечение новых клиентов и они по сути платят этому самому летишопс любому другому сервису кэшбэков за лидов а летишопс делится с блогером а ты то есть тот кого привел блогер получаешь кэшбэк из все того самого бюджета все easy и вроде бы все в плюсе и рекламодатель то есть магазин он эффективно израсходовал рекламный бюджет привлек новых покупателей и летишопс который получил свой процент блогер получил вознаграждение за то что конвертировал лида и ты которому сделали скидку виде кэшбэка то есть все получили деньги из этого рекламного бюджета и все вроде бы довольны впрочем довольство это длится очень недолго тот самый летишопс уже один раз наебал своих партнеров то есть блогеров снизив процентную ставку 75 до 50 процентов и сколько раз он еще наебет блогеров никому неизвестно но понятно что это будет только продолжаться значит будет все больше рекламы летишопса значит те люди которые не установили от бог будут получать все больше рекламы потому что им будет сыпаться вся та реклама которую тебе хотели показать то есть если бы ни у кого не было от блока реклама была бы ровным слоем равномерно размазана по всем но поскольку больше чем у половины он установлен те у кого он не установлен получают больше говна то же самое с сайтами если бы ни у кого не было от блока то может быть там было бы одно два объявления в незаметных местах а поскольку у всех от блок то тех у кого он не установлен встречает сайт просто разукрашенный огромным количеством объявлений, потому что на одном пользователе без отблока пытаются отбить доход, который, может быть, пришел бы от 100 пользователей. А что еще остается делать блогеру в данной ситуации? Вот смотри, понес ты расходы на несколько сотен тысяч рублей, которые пошли на покупку оборудования, например. Стал бы ты их тратить, если бы не смог отбить стоимость этого оборудования? Как это ни странно, да, стал бы. Потому что блогер — это диагноз. Не выпускать контент он не может. Но помечтать-то можно? Если тебе предложат работать бесплатно, ты, скорее всего, нахер их пошлешь. Тогда почему ты так бомбишь, когда кто-то своим трудом по созданию контента хочет заработать? И зарабатывает. Что плохого в том, если блогер сможет жить от своего блогинга? Контенту это пойдет только на пользу. А значит, пойдет на пользу и тебе, потребителю этого контента. Ах да, зависть, блять. Опять менталитет. С какого перепугу у нас вдруг с симпатией стали относиться к олигархам? Разве можно назвать хоть кого-нибудь из этой тусовки олигархов, кому в народе испытывали бы тепло? Нонсенс. В России всегда косо смотрели на так нагло пришедших к успеху. Из-за обостренного чувства справедливости, надо полагать. Ты-то не можешь стать олигархом, потому что ленишься и руки из жопы. Так же и с блогерами. Ты-то, видимо, не можешь стать популярным блогером, потому что ленишься и руки из жопы. Потому что ты не готов часами, каждый ебаный день, без выходных, пилить контент. Потому что ты хочешь в игрушечки, да сериальчики тупить. Ну так и тупи. И ты не готов 200 штук вложить в оборудование для блогинга, в том числе потому что у тебя их нет, а заработать ты не хочешь. А тут человек просто хочет жить с того, что ему нравится делать. Потому что, как я уже сказал, без блогинга он уже не может. Да, у меня расходы на создание видео низкие. И в целом, несмотря на то, что да, я хотел бы, чтобы YouTube приносил мне дохуя денег, чтобы можно было заниматься только этим, потому что мне реально нравится делать видео. Но тем не менее, доходы от YouTube никак не влияют на мой достаток. Потому что они, во-первых, мизерные, это где-то, наверное, одна шестая. А во-вторых, я никогда от них не зависел. У меня есть другие основные источники дохода. Да, доход от YouTube это приятно. Но даже если его не будет вовсе, это не помешает мне делать видео. Есть только одно но. Пропадет так называемая геймификация. Геймификация это когда к YouTube относишься как казино. Выпускаешь видео, выстрелит, не выстрелит. Ведь видос это что-то типа инвестиции или ставки в казино. Он может выстрелить и принести тебе какие-то бенефиты. Ну вот, например, эту самую кнопку. Другое дело, что следующий Майлстоун это миллион подписчиков. Учитывая, что на набор сотки ушло 5 лет, а на набор 30 тысяч ушло 6 месяцев, я не знаю, доживу ли я, блядь, до того момента, когда мой канал заработает миллион подписчиков. А самое главное, буду ли я продолжать к тому моменту все еще выпускать ролики для YouTube. Как я уже сказал, я-то хочу продолжать это делать. Но, к сожалению, такое ощущение, что сам YouTube больше не хочет, чтобы независимые блогеры, которые на своем горбу сделали этот самый YouTube настолько популярной площадкой. Так вот, YouTube, по-моему, больше не нуждается в их услугах и хочет им сказать большое спасибо. Извините, отсосите. YouTube сейчас целуется в десна с большими рекламодателями, с большими телевизионными и прочими сетями. И, по-моему, такое ощущение, что на YouTube не остается места обычному рядовому блогеру. Я уже рассказывал о такой инициативе Google, которая называется Бобулярно. То есть, они хотят привлечь в интернет представителей более старшего поколения. Соответственно, интернет должен превратиться в филиал первого канала с соответствующим уровнем контента. И это уже сказывается. Обрати внимание, какое количество всяких разных фриков и прочих моральных уродов появилось на YouTube и в Instagram и так далее. То есть, топ YouTube заполнен какими-то высокомерными шутами. И контент становится ванильно выверенным. Сейчас с YouTube уничтожается любое альтернативное мнение. Любая попытка поднять какие-то спорные или конфликтные вопросы, как правило, заканчивается блокировкой видео, либо наложением возрастных ограничений, что, в принципе, одно и то же, потому что видео с возрастными ограничениями невозможно продвигать, и оно никогда не попадет в топ YouTube, например, или даже в тренд. Кроме того, вся вот эта вот показушная забота о том, что реклама должна быть только на тех роликах, которые подходят для семейного просмотра, так хули вы эту политику стали так сильно защищать на основном канале YouTube? У вас же есть YouTube Kids, то есть отдельный раздел для детей. Вот там и занимайтесь всей этой хуйней. Почему, когда несовершеннолетняя шлюха пиарит ваш товар по телевизору, это нормально, а когда эта же самая шлюха подалась в блогинг, то на ее видео ту же самую рекламу тех же товаров пускать вроде как зашкварно? Что это такое, блядь? Но на самом деле это всего лишь еще одно изменение, которое происходит на наших глазах, отчего мы не особо его замечаем. Но наверняка сможем оценить его в ретроспективе, как мы сейчас можем оценить те изменения, которые произошли с интернетом в 2000-е, например. Так вот, наша ошибка в том, что мы интернет воспринимаем, как будто это все еще новинка, блядь, и что-то такое прям суперсовременное. Блядь, да быдло сидит в интернете уже больше 20 лет. 20, блядь, скоро уже будет четверть века, как быдло попало в интернет. Интернет это уже никакая не новинка. Я уже рассказывал, что по ощущениям происходит некое ускорение времени, что ли. То есть изменения, на принятие которых раньше требовались века, сейчас становятся обыденностью, устревают и уходят в прошлое за десятилетия. Очнитесь, блядь. Владельцы социальных сетей встречаются с президентами. У правительств и политиков есть официальные аккаунты в соцсетях. Блогеров сажают в тюрьму, как когда-то сажали диссидентов. Интернет это уже давно мейнстрим. Просто ты этого еще не понял. Посмотри, какую роль социальные сети сыграли во время последних так называемых цветных революций в арабских или там экс-советских странах. То есть сразу несколько революций конца нулевых и начала десятых обязаны своим успехом именно распространению интернета среди широких каловых масс. Вот только у самих социальных сетей никто не спросил, а нравится ли им этот статус средства для революционной борьбы. Ведь социальные сети это коммерческое предприятие и цель их существования это зарабатывание денег, то есть прибыль. А для прибыли с правительством лучше сотрудничать, а не быть средством против него. Кстати говоря, создатели блокировщиков рекламы программируют свои детище тоже не для того, чтобы свет нести в мир. Они нормально так зарабатывают на блокировке рекламы. У меня такое ощущение, что ни ютубу, ни фейсбуку не нужны все вот эти спорные вопросы, потому что они мешают зарабатыванию денег. Им нужен популярный, но при этом нейтральный мейнстримный контент, на котором можно спокойно зарабатывать деньги и не наживать себе проблем. Ну, например, Твиттер зашкварился, его же купил какой-то там арабский шейх вроде, и теперь Твиттер стал пристанищем либеральных в самом плохом смысле взглядов, и любые точки зрения, не поддерживающие либеральные взгляды, из Твиттера просто банятся и удаляются. Потому что, блядь, Твиттер это же частная компания, она может банить и удалять кого угодно. Как вообще восточный мужчина может допускать уважение к либеральным ценностям, а? Но больше всего меня радует, что зашкварился Reddit. Большинство юзеров покидают его по той же причине. Там возникли опасения по поводу того, что Reddit больше не является площадкой, где поддерживают свободу слова. Я, сука, за боссыный Reddit даже рад. Потому что когда-то у меня был мой первый веб-сайт, если по счету, то канал Изи Лайф, это, наверное, третий мой проект, а тот веб-сайт был первым. И я пытался его пиарить. Поскольку он был англоязычный, я пиарил его на Reddit. Так вот, пользователи Reddit просто кичатся, сука, своими никликами по рекламе. И еще они примерно такие же капризные, как пикабушники, блядь. И я решил, что больше не буду стараться ради этих пидоров, чтобы соответствовать их ебанутым идеалам. Впечатлять этих мудаков, что пикабушников, что реддитов, пустая трата времени. Но сейчас они получили то, за что боролись. В результате всех этих событий на Reddit одни из самых дешевых платных постов. То есть вы, суки, боролись против рекламы и получили в итоге ебучие проплаченные посты. Соответственно, как оно там дальше будет, непонятно. Но пока есть нездоровая тенденция за вытеснение любого спорного, провокационного, нестандартного, не мейнстримового контента из интернета в целом, из социальных сетей и в том числе из YouTube. И как минимум отрезание способов заработка для блогеров, которые публикуют такой вот неконформистский контент. Так что, что будет дальше, непонятно. Доживет ли мой канал до золотой кнопки, которую дают за миллион подписчиков, тоже никто не знает. Но пока я уходить с YouTube не собираюсь, потому что... ПИДОРАСЫ! А, ведь... Я БОГ ЮТУБА! ЛАЙК ПОДПИСКА БУБЕНЦЫ! ПИНЦЫ! ПИНЦЫ! ПОДПИСКА БУБЕНЦЫ! ПОДПИСКА БУБСпКА БУБЕНЦЫ! Продолжение следует...